продолжаем сегодня 19 10 тема трех душ но пока мы говорим о том как работает энергия разрушения и вот знаете мне по как-то понравилось садгуру сказал и и не я так придумал чтобы так так было потому что ну в основном вопросы все какие задаются обязательно ли чтобы вот просыпаться через боль обязательно ли чтобы трансформация шла через боль а нельзя ли чтобы через радость ну чтобы вот и так спишь в постельке пьешь кофе она все трансформируется да вот а все происходит а вот вот не происходит так то есть происходит через боль через потери да вот если вы изучаете астрологию то есть и когда люди задают вопрос а если у меня в жизни все хорошо вот то это что значит что как бы вот типа я такой везунчик у меня все хорошо это у других там силу как бы не очень хорошо ответ такой если у тебя еще все пока вот ну как вот хорошо ничего не происходит там все просто ты еще не готов и все просто ты еще не готов вот потому что трансформация происходит именно через боль разрушения через боль потерь и потерь вот даже а это имеется ввиду потери и работы конечно всего всего да то есть для кого-то работу потерять смерти подобно для кого-то смерть близкого он не проживет даже там как потерю работы потому что у него не было ну такой потребности зависимости в этом человеке то есть потери того чего ты зависел вот так вот я скажу зависеть ты можешь от чего угодно это может быть разрыв там дружеских отношений если они были слишком для тебя поддерживающие да то есть эти иллюзии да то есть вот эти вот наши фантазии они будут лопаться да как говорят не имея 100 рублей там а имей 100 друзей но тоже очередная иллюзия вот это вот рассчитывать на кого-то быть привязанным кому-то это тоже иллюзия иллюзия того что когда мне будет плохо кто-то придет и поможет но это и реальность отчасти до наши потому что мы же все понимаете если бы мы с вами родились допустим возле тибета вот там допустим город как манду допустим вот предположим да но вы понимаете это люди совершенно с другими ценностями но совершенно с другими ценностями вот их образ жизни как они просыпаются с утра рано вот потом они делятся мужчины идут свои практики делать женщины идут там до 11 утра они поют мантры и ты к не можешь зайти можешь к ним зайти они поют мантры и пьют чай а вот дальше у них начинается какая-то деятельность новую помощь и друг другу там приготовление там еды еще чему-то вот у них фактически но нет вот какой-то такой работы ну вот как у нас они живут за подаяние которые приносят люди которые приезжают в этот город ну то есть там живут люди которые практикуют только лишь практикует вот они не работают мы можем с одной что мы можем с одной стороны подумать о хорошие таки да как бы вот ленивый или еще чего-то у них просто совершенно другая жизнь понимаете который ну большинство из нас сейчас допустим может быть не готовы на зато зато ногу смысле они не работают зато они там травники да они там лечат они доктора вот они работают и лечат на уровне духа вот они видят вот эти наши то что мы не связаны со своими тонкими частями они это видят они видят кто в этих тонких частях сильно мы же с вами этого не видел мать и самостоятельно во всяком случае мы не способны это увидеть нам нужны для этого нам нужна для этого помощь нас никто этому не учил правильно представьте вы приходите в школу тогда садитесь и начинаете учителю задавать вопросы о своих астральных телах и кто там находится что учителем подумать что занят ерундой правильно что тебе нужно знать алфавит что тебе нужно знать там то есть может быть и нужно знать и вот как вы думаете в системе образования какой самый важный предмет для жизни природовения зош здоровый образ жизни должен быть я еще думала как стать как это ну как стать хорошей мамой или что-то вот ничего не учат как обращаться с младенцем воспитание детей да согласна с вами основным предметом по факту является это физика физика основной предмет это физика то есть как одно взаимодействует с другим на каком уровне поэтому кому повезло у кого был интересный какой-то увлекающийся да там преподаватель по физике что-то человек про эту физику знает кому не повезло тут не знаю но я редко встречала людей которые бы были бы увлечены какой-то там физикой то есть это надо еще постараться найти потому что мы ну как сказать помните мы с вами да вот в прошлый раз рассуждали где с точки зрения дождь где находится душа земля у нас в теле логика говорит одно да а знание говорит вот другой вот физика это знание когда мы на практике это уже все с вами ощутили вот если вы смотрели сериал будда или будете смотреть там есть такой момент когда будда уже стал буддой один из королей ну там же были как бы его друзья и были его враги кто-то ему дарил там целые леса для того чтобы он там жил и с учениками мог практиковать а кто-то наоборот вот и он приходит и говорит мой отец умер отец при жизни был очень таким жестоким правителем ты мог бы провести для него там какой-то там обряд да но который бы очистил его там от всего и он берет два кувшина один с маслом а другой с камнями ставит в реку и оба эти кувшина разбивают и говорит посмотри камни тонут масло всплывает это закон природы ряд какую бы я сейчас пуджу не провел для твоего отца он дальше пойдет ровно туда ну с чем он соответствовал на уровне вибрации будем говорить да при жизни своей почему важно при жизни уметь делать выбор в сторону света ну потому что в дальнейшем как бы мы развиваемся наша трансформация идет если она идет она идет в сторону света а если она идет ну в низкие вибрации то все равно рано или поздно ты станешь светом вопрос времени люди которые совершают даже самые низкие поступки они все равно в итоге придут к свету все равно ну как бы человек не шел просто вопрос заключается в том что кто-то пройдет и разрушит весь мир для своей трансформации да а кто-то будет разрушать свои иллюзии понимаете но это этот путь нельзя сказать что так неправильно так правильно вот когда ты это все видишь то тогда и получается что мы живем в этом мире иллюзии то есть что даже то есть это я вам сейчас говорю о формуле да вот как пережить то когда другие поступают ну вот так адски несправедливо да это именно потому что ну как высшие силы не вмешиваются в это они говорят здесь вы творцы вы выбираете это ваш экзамен вы выбираете и вот то что сейчас происходит это именно если говорить на уровне эгрегора что такое эгрегор ну вот украины есть свой эгрегор как у народа понимаете да то есть общее поле деятельности мыслительное да вот когда вы идете в работу с собой вы начинаете замечать ну как сказать это в аюрведе это называется мы говорим это стереотипы в аюрведе это называется клешаны клише да вот это слово клише это из аюрведы новый санскрита клешаны и вот трансформация тебя заключается в том что ты отслеживаешь эти клешаны свои клише по которым ты действуешь и уходишь от них таким образом ты меняешь свою карму но если ты привязан к этим клешаном то есть получается что человек я по-другому не могу да то есть ты зависишь от того что ты создал как говорят не привязывая сюда к плотам трудов своего но мы говорим как мы не хотим привязываться к плохому но хотим привязаться больше к хорошим как бы да на каком-то этапе нам помогает потому что нам мы сразу не можем взлететь и летать во сне же мы летаем помните в детстве мы же во сне летали помните во сне не летали долетали все помните во сне ты летаешь и вам провода мешают вот провода это и есть вот это вот куповинка вот эти ограничения с которыми мы связаны вот и по снам вы тоже можете замечать свою трансформацию стас проведет эту лекцию про четыре вида сна но я просто вам так скажу в двух словах что 90 процентов снов наших это то что мы прожили и это просто идет как до переработка того что мы уже себе прожили продумали того что мы напрограммировали вот есть сны в которых вы тоже мы можем тоже продолжать трансформироваться вот и по снам вы можете понимать и ощущать реально свою трансформацию и движение то есть если она или его нет а вот то есть там есть ряд условий при которых вы будете понимать что вы немножечко движетесь вперед то есть сны будут чуть-чуть по-другому происходить вообще наличие ярких таких как бы обильных снов в принципе и в медицине древней считалось ну по снам отслеживали состояние физического и психического здоровья человека сны не должны быть слишком яркими так когда сны слишком яркие и настолько они там увлекательные что вам в жизни даже может быть не интересно вам побыстрее хочется лечь и поспать потому что там лучше это тоже такая токсичность это перегруженность вот вообще здорово и хорошо на каком-то этапе когда мы не видим снов тогда мы лучше очищаем вот ну и есть понятие тоже как бы трансформационные сны вот об этом можно более детально подробно поговорить сны не нужно изучать в том смысле прям там каждый сон вспоминать и лезть в него но осознанными действиями в жизни мы можем вмешиваться в то чтобы качество наших снов было для нас ну как более трансформирующую сторону так нужно сказать вот и я вам сейчас предлагаю на практике мы с вами уже соединялись даст энергия творца давайте сейчас это сделано соединяем руки на уровне 4 чакры можете сидеть стоять но постарайтесь чтобы ваш позвоночник ничего не касался вот именно ваш позвоночник ничего не касался за спину потому что наш позвоночник он это как бы ось вокруг которой происходит вибрация поэтому кстати вот одна из причин почему у нас слабые почки в том числе да вот у нашего поколения потому что мы сидим все время касаясь чего-то понимаете то есть но мы как бы перекрываем движение энергии на уровне корневых чакр вот а там постоянно идет такой вихрь вот и у нас настолько да вот такой застой что нам даже тяжело сидеть не опираясь согласитесь тяжело нам сидеть не опиралась ну в общем складываем руки и говорим да отец небесный я отдаюсь 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 тебе навсегда навсегда дальше мы собираем вот сейчас вам руки мы не видны но то есть они уходят вот самый низ камера вместе стоит я увожу руки в самый низ опускают поняли вот вниз прям я собираю вот эту энергию которая крутится в круг моих чакр и на вдохе я ее направляю вверх вот голову можете не запрокидывать вот вот голова может вот так вот оставаться ну вот так вот и вот остается голова и представьте что все что у вас есть энергетически вы все подняли сейчас вверх руки вверху вот так вот и мы на вдохе делаем задержку дыхания и представляем как мы погрузились в световое поле вот световое поле вы можете его хорошо ощущать на уровне 5 6 7 чакры вы как вошли в портал такой световой и потом выдох вы берете этот свет протягиваете его до уровня 4 чакры а с 4 чакры руки направляется вот так вниз вы их опускаете и как бы в землю вот туда направляете так а будто вы как как палка у вас как меч такой световой вот вы его туда направлять и дальше опять вы все это соединять и закреплять и на уровне четвертой чакры вот потому что наше сердце это такой вход это портал можно так а можно встать показать потому что я не сильно увидела но не поняла там вот папа внизу как руки что что ты не поняла как вниз как вниз вот последние как руки вот вот так вот смотри ты вот так вниз их опускаешь просто соединенным варианте две руки вниз вот так вот это ремни просто тут не очень удобно у меня я поняла потому что да я иду я держала телефон но в руках я поняла сейчас я поняла то есть вот так вот наверх вдох на вдохе ты задержала и пока вот идет задержка на вдохе ты мысленно представляешь как все вы что у тебя есть она форме таких либо шариков либо таких как пуповинка вот вы отдаете это все туда в таким серым цветом да и представляете как это все взрывается взрывается и превращается в свет и дальше вы берете этот свет и выдыхаете его выдыхаете этот свет в свое тело через седьмое шестую пятую четвертую третью первую вторую чакру и дальше же этот луч света вы направляете вниз то есть чтобы создать такой как кокон поняли вокруг себя на и вот на первых парах на первых парах практики вам может хотеться это делать может быть вообще постоянно понимаете для того чтобы можно можно вопрос вопрос сказала что вокруг создаем кокон то есть взрывается свет ну как бы вот вокруг тебя или внутри тебя смотри помнишь мы картинку когда смотрели как это все устроено то есть ты протягиваешь это как луч света по своему столбу после того дальше ты представляешь как это все взрывается этот свет внутри тебя и разносится в разные стороны до бесконечности все это я поняла дальше ты можешь прям вот ну это хороший кстати вопрос то есть его здесь на уровне сердца закрепила когда это снизу взяла вот еще раз и ты можешь прям руками вот так этот свет представляешь что ты его разбрасываешь то есть расширяешь это свое световое поле вот до бесконечности я бы хотела бы еще прямо эту практику очень плана очень классная прямо я и так ощутила вот но это практика она она сильнейшая если вы будете это делать два года каждый день через два года я понимаю что я говорю какие-то маркетинг научил три дня нам обещают приди за три дня познай себя трансформируйся станет тем что хочешь но это неправда никакие три дня ты не трансформируешься это неправда это невозможно понимаешь два года если вы будете делать эту практику каждый день ну вот все что мы сейчас говорим да через два года вы войдете в определенное состояние которое вас будет вот поддерживать очень сильно и где-то лет через пять-семь дальше вы начнете уже видеть свои тонкие тела то есть ну приблизительно вот так это происходит если каждый день практиковать даже ты можешь просто не сейчас вот ну записать нам это с видео как ты это делаешь знаешь как как рабочий такой инструмент чтобы я спокойно столько раз только надо посмотрела и поняла если 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 можно прямо объяснить в начале летит там именно мы собираем да я за любой кипиш тем более который длительный давайте поговорим это важно собираешь как мы выглядим давайте так скажем да на энергетическом уровне мы выглядим как такое серое облачко которое переплетено проводами соединено совсем подряд установки эгрегоры да все до связки с людьми все да вот да 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 и у нас очень много этих проводов ну я это представляю допустим виде проводов ты можешь это представлять виде каких-то шариков в виде каких-то там веток я не знаю то есть вы можете видеть все что года и вот это все что угодно мы собираем вот все что ты представляешь все что ты только можешь представить может быть это будешь представлять даже в форме людей да вот там допустим ты там такая все там я такая духовная практикующая сегодняшнего дня я там не кричу на своих детей я такая добрая мама тут вышла за порог и что-то произошло тут то что ты не ожидала и ты уже не добрая мама и не духовная не практикуешь внутри все взрывается и вот ты берешь вот все что ну может не в моменте да ты порала вот и дальше чтобы это ну как мы дальше могут мы поорали дальше мы ну чувство вины и да что вот опять я сорвалась там все вот это вот все это нормально потому что мы так устроены и вот и сила у тебя есть там 5-10 минут ты взяла вот это все вот что только сейчас было вот даже ситуативно очень хорошо подняла это все и отдала туда в свет и дальше представишь как вот это все перетрансформировалась из тьмы в свет и дальше ты это опустила внутрь себя в свет то есть мы взяли и какой-то маленький участок своей кармы вот этой клешины клише про ну трансформ трансформировали а вот то есть здесь работает хорошо ваша фантазия не бойтесь что вы что-то не захватите или возьмете что-то лишнего так не будет у меня еще один вопрос просто я визуал и для меня вот это очень важно знаешь потому что у меня потом когда я что делаю и узнаю через какое-то время что я делаю не так да ну вот елки-палки не дослушала не задала вопрос когда мы вот так вот ну поднимаем руки вверх да мы ну вот мы там где-то представляем что взрывается или внутри себя что вот эти клешены взрываются ты представляешь что ты входишь в световое поле творца вот я вот прямо сначала мы руки поставили на уровне груди так начали когда ты это все собираешь когда ты собираем себя правильно руки у тебя вот тут возле себя это из вот так тебя про прямо руки ты начинаешь вот так собирать и поднимать они у тебя вот тут ну возле бедер получается да и получается мы собираем себя ну грубо говоря тут вот какие-то привязки мы собираем поднимаем их вверх да сливаем их вот отдаем поле творца на вдохе на вдохе на вдохе ты замерла не дышишь в этом положении ты не дышишь и представляешь как вот это все туда уходит в световое поле и там тебя при этом надут вот это важно тоже чтобы живот был надут о живот надут вдыхнули получается там он там идет этот яркая вспышка взрыв свет и этот свет мы забираем и дальше берешь и выдаешь в свой поток свой столб свой столб дальше можешь вот так его расширить можешь просто представлять ну я люблю движениями вот усиливать это движение то есть ты как бы разбрасываешь свой свет я бы так сказала растягиваешь его везде так так и получается ты как будто бы в таком коконе находишься в световом огромном да размер нам правильно правильно расширяешься энергетически расширяешься то есть мы с вами делаем практики для того чтобы энергетически расшириться вот тогда мы расширяем вот эту свою чувствительность о которой мы говорили да то есть тогда у нас появляется вот это ощущение но ощущение стоит нам двигаться или нет то есть так мы входим состояние потока потому что мы когда энергетически расширены нам не нужно бежать и суетиться наши тонкие тела чувствуют ну двигаться нам туда дальше или нет вот зачем нам это нужно когда мы энергетически очень маленькие да мы как зайчишки такие серенькие трусливые а вот и мы на все реагируем потому что мы не но как сказать мы не в теле этого света когда находимся мы всего боимся у нас на всю реакция одна страх дальше уж поел немножко порадоваться чуть-чуть денег заработал хоть мало тоже можно немножко порадоваться тоже какой-то страх вот и нам задача поднять эти свои вибрации до уровня ну вот куда-то вот сюда к сердцу будем так говорить поэтому мы с вами говорили на прошлом занятия что важно внимание свое удерживать стараться на уровне сердца потому что когда вы начнете отслеживать что ваше внимание всегда находится где-то внизу понимаете и когда вы начнете отслеживать даже куда вы смотрите вы заметите что вы смотрите в основном вниз вот поэтому хорошо когда мы внимание понимаете поэтому вы видите в основном учителей вот в таком положении кто практикует а почему внимание они здесь вот удерживают поняли не опускают его вниз понимаете когда мы энергия у нас все находится вот там внизу мы энергетически слабые мы энергетически слабые у нас очень как сказать это тяжело быть тяжелым согласны это тяжело быть тяжелым но подняться туда к этим к световым своим телом не просто но это единственное как фанат уже тут говорю но это правда не но это расширение наш сосуда когда маленький сосуд ну и пузырёчек и ты тебя хочешь огромнейшее количество света там вместе со своими желаниями намерениями впустить но сосудик этот ну и просто не вмещается нужно себя расширить и вот это как раз практика расширение собственного сосуда ну так я понимаю как визуал да это расширение и соединение со своими тонкими телами которые для тебя существуют всегда твоя форма твою тело будут меняться люди которые начинают соединяться со своими тонкими телами которые есть у всех абсолютно форма их и внешность начинает потихонечку меняться со временем меняться потому что меняется у вас представление себе вы это почувствуете даже через два-три месяца практики что вы становитесь другим человеком это будете чувствовать чисто физически каждый день вот еще просто я делаю уже очень много лет подряд есть такая когда у лосева училась училась так есть такая техника называется она большая звездочка да там просто вот уже ты сейчас сказала да оно похоже но ты дышишь на разные стороны слева справа сзади и также вот если с вашего позволения я могу выслать ее она есть в общем доступе да то есть это не какая-то секретная информация вот просто если кому-то интересно это в дыхании плюс еще добавить такое дыхание я тебе скажу я это передаю то что я вам делаю сейчас от своего учителя в определенной последовательности это те практики которые для нее пришли вот ну как сказать понимаешь мир не стоит на месте и то что работала там десять лет тому назад сегодня уже все по-другому я уважаю тебя спасибо что хочешь поделиться но лучше этого не делать то есть я просто сейчас объясню то есть то что я с вами делюсь это не просто так вот я беру что-то что мне хочется в этом есть совершенно конкретная последовательность и ну смысл то есть это я вам даю не для того чтобы там вы совместили это с чем-то улучшили потому что тут есть в общем свой смысл именно в этой последовательности как я вам даю вот так вот спасибо огромное благодарю потому это важно важный момент наверное закончилась моя ну может не закончилась практика но добавляется еще то еще можете чувствовать потому что я же с вами делюсь тем что я практикую сейчас вот и со временем вы можете чувствовать и переходите делать ну вот то что вы с чем вы соединитесь что будет вашим я так скажу смотрите следующая энергия с которой мы соединяемся это матушка вселенная да но может можно на украинском говорить потому что если вы украинец до живете на украине то можно матенька сэсвит я виддаюсь 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 тубе на завжди на завжди на завжди то есть вот вот эти ключевые слова виддаюсь это вообще практика ну я вам хочу сказать так что по поводу потому что часто задают вопросы что является причиной ну вот рака рака как такового это неумение отдаваться неумение отдаваться вот и вот в этих практиках мы как раз вырабатываем вот этот вот навык то есть отдаваться имеется ввиду дарить себя дарить себя своим близким своему партнеру у нас нет этого навыка мы не умеем себя дарить этот навык есть у природы да вот мы выходим природе да она дарит себя до аромат цветов это же бесплатно для нас все ну как бы это подарок это ну не то чтобы это для нас это для это все совсем соединяется и вот в этих практиках мы вырабатываем вот этот навык дарить себя дарить вот поехали давайте сделаем час соединение с энергией матушкой вселенной до матенька все свет я ведаю свитая свитая ступи на завжди на завжди на завжди на завжди робому вдых животик напомним у сбираем у всю свою карму я кщу вы ее уявляет и какой вы и уявляет и на видоси затримываем дыхание ведемо як свистер и купол то вы уявляете что вы ведете свистер и купол який вас захищает и на видоси створю ему новый купол и далее все это объединяем на ревне сердца то есть когда мы отдаемся матушке вселенной вы представляете что вы вот как вот ручками вот так прям берете да вот так вот поняли как будто бы вы что-то берете ну как будто сверху вас что-то одета как шапочка то какая-то вот все тело ваша пара ну вот накрыта какой-то шапочка вы представляете как вы снимаете вот эту шапочку вот так вот на вдохе и отдаете туда вот вверх вот а потом когда вы выдыхаете это вы представляете что эта шапочка она то есть это наши как раз форма ангельского тела она связана с природой матушкой вселенной и это наша защитная вот оболочка эта форма нашего тела когда мы выходим на улицу вот то что вы видите вот в таком состоянии она сейчас и находится вот и это уровень как раз вот 5 6 чакра это наша карма то есть если вы хотите поменять свою ну карму да у нас куча карм родовая семейная коллективная карма рода карма народа очень много и вот вы можете вот этот купол отдавать туда матушке вселенной сколько хотите раз за день чтобы обновлять и менять эту карму давайте вопросы что непонятно здесь дальше когда вы в свет этот поток в себя то представляете что этот купол на вас ну как золотисто-голубой как дождик такой оп 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 Сиреневый такой, да, немножко. А что думать нужно, когда вот ты поднимаешь руки, там, вот это всё делаешь? Лучше не думать, а чувствовать и представлять. Думать мысли у тебя могут быть какие угодно. Твоя задача, вот ты просто представляешь, как ты то, что есть, ты туда отдала, то, что тебя накрывает, да? На вдохе там задержала. А на выдохе потом опустила эти руки и создала вот этот купол, новый купол света, такой голубой с золотистым. Сразу вам хочу сказать, что иногда это может быть приятно по ощущениям, иногда не очень. У вас может кружиться голова, вам может тошнить, вас может... Ну, то есть вы очищаетесь, но это самое главное очищение. Это самое главное очищение. Так как я, да, вот работаю, занимаюсь с травами, травы, да, сильны. Но травы, они нам просто дают время, но они не меняют на всю жизнь, да, потому что тот, кто работает с людьми, вы знаете, что вы можете, ну, вылечить человека, ну, при помощи там всего, а потом к нему это опять возвращается. Почему? Из тонких тел это не ушло, понимаете, это программа. Человек не поменялся вот здесь, вот на тонком плане. И теперь вопрос, с чем важнее работать, понимаете? Ну, важно и то, и то. И то, и то. То есть мы плюс к тому, что у нас было, мы ещё добавляем вот это. Вот, и когда ты это уже, ну, говори, Марина. Да, а когда ты вот, вот тут вот задерживаешь дыхание, то есть это где-то вот по ощущениям, это может 30 секунд быть задерживаем дыхание. Пока можешь. Как могу. Да, потому что вот у меня там на первых порах прям чуть ли не до обморока, вот я просто, боже, говорю, я столько лет занимаюсь йогой, дыхательными практиками, всё, начинаешь это делать элементарно, да, у меня там голова трещит и чуть ли там не в обморок я падаю. То есть по ощущениям, то есть я, да. Да, 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 понятно. И живот, получается, он вот это вот, когда ты поднимаешь на вдохе, живот надутый, наполненный, а когда сдуваешь, ну, в смысле, выдыхаешь, то тогда он выдыхает. И не идёт, выдыхаешь. Правильно, да. Да, и когда потом ты уже здесь, и о чём нужно чувствовать, что ты в свет новый. Вошёл в новый свет, правильно. Новый свет. И как эта практика называется? Ну, так, чтобы... Ну, это практика, ну как, это создание нового светового тела своего, если так вот говорить. И можно, типа, много раз делать на протяжении дня, то есть нету там... Да, то есть мы загружаем новое световое тело, вот если так сказать. То есть какого-то названия, какого-то, я не знаю, чтобы было какое-то именно название. А сколько раз ты вот это делаешь? Один раз просто сделала, и всё, и пошла дальше. Ты можешь сделать столько раз, вот тебе хочется сто раз сделать, вот возьми и сделай сто раз. То есть здесь нет каких-то ограничений. Да, Женечка, а ты ещё сказала, когда вот мы заканчиваем, ну вот мы опускаем, да, вот по вот этому столбу. Ты сказала, закрываем на уровне сердечной чакры. Не закрываем как только... Смотрите, что значит закрываемся? Смотрите, я вам сейчас объясню. Закрыться, то есть чтобы вот ощутить вот эту целостность свою, поняла? Так же, так же руки, так же руки. Да, смотри, руки, и вот так, благодарю. Поняли, когда мы соединили руки, опустили голову и сказали благодарю, мы закрылись. Мы закрылись. Но купол, он полностью, ты весь ногами, вот так вот, как весь человек, правильно? Ты в свете. Да, и даже под землёй тоже этот купол у тебя, то есть под твоими ногами, вот там, где девятая чакра, которая соединяет нас с родовыми корнями, там у тебя тоже свет. То есть у нас здесь нет границы, потому что вот у земли тоже есть световое своё поле, и мы находимся вообще-то в световом поле земли. Мы с вами тоже будем с этой энергией соединяться, потому что наше тело, это форма земли. Световое тело, да? Наше тело — это глина. Когда человек умирает, он становится деревянным, как глина, потому что из него уходит душа. Вода. Душа уходит, даже вода. Ну, я называю, да. Ну, человек становится, вот кто пробовал, да? Твёрдым. Твёрдым, он глиняным становится. Да, мне даже камнем, я даже не знаю, глина. Да, да, да. У земли есть своё световое поле. И соединяясь с этим световым полем, мы здесь, находясь на земле, можем чувствовать себя светом. Ну, легко. Когда мы говорим, чувствовать себя светом, то есть это чувствовать себя легко и ясно. Легко и ясно. Вот. И соединяемся с энергией Святого Духа. Да? Святой Дух, я отдаюсь, отдаюсь, отдаюсь тебе навсегда, навсегда, навсегда. Пусть будет так, пусть будет так, пусть будет так. То есть мы проговариваем вот эти слова, когда для того, чтобы мы каждый раз как бы на йоту расширяем своё сознание до бесконечности. Потому что мы с вами, если свет, он бесконечен. Свет бесконечен. И в этих практиках мы как раз соединяемся со своей бесконечной частью. У человека есть душа, но она маленькая. Человеческая душа сама по себе без вот этих, ну, практик, она небольшая. И наша задача, чтобы вот наша, как говорим, малодушный человек, да, там, или там ещё-чуть. И вот наша задача соединиться со своей бесконечной душой. Это очень высокие вибрации, поэтому мы не можем туда сразу залететь. Это процесс постепенный, постепенный, но дальше, когда вы туда постепенно уже приходите, вы не хотите оттуда уходить. Потому что это очень большое состояние лёгкости и расширенности. Но вы сможете, практикуя, периодически залетать в это состояние, чувствовать, вот это, как говорят, ой, я как будто бы там вознёсся, ну, я не знаю, там, как расширился, да, там. Вы периодически будете это чувствовать. Давайте сделаем, соединимся эту практику со Святым Духом, да, Святый Дух, я даюсь, даюсь, даюсь тебе навсегда, навсегда, навсегда. Да, собираем всю свою карму, рода, народа, Святому Духу туда, надуваем животик, задержка на вдохе, стоим, стоим, отдаём, 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 такие, как серые шарики, полетели, полетели, они лопаются, трансформируются, превращаются в свет и фух, входите в себя, как через позвоночник, проводите этот свет, расширяем его, этот свет, да, и соединяем опять на уровне сердца. Вот, и вы можете, как это делать, как экспресс практику, если вы не можете, там, вы где-то находитесь, вы вот так не можете сделать, просто руки вот так подняли, вот на этом уровне. до святой одессы досады с как бы так так отдали на духе поблагодарили перезагрузили вот сидите там или идете что-то какое-то тяжелое событие тяжелая мысль какая-то до пришла или вот на работе сидите чувствуете шоу жену какой-то предел да у вас нет энергии хотя лучше до предела не доводитесь лучше постоянно вот это состояние чуть-чуть как бы подгружать подгружать и подгружать понимаете то есть не доводить до предела а вот таким вот образом лучше делать дашь а ты сможешь потом чат написать вот эти вот фразы которые ты говорила начали хорошо хорошо спасибо за практику да пожалуйста это божественные инструменты я так скажу и это то что сейчас работает понимаете то есть я вам даже не предлагаю какие-то сложные югические там вот практике все то есть это что работает сейчас это что вы можете делать ну даже просто идя по улице постоянно это делать так ну давайте наверно сделаем сейчас перерыв да и потом продолжим про то что давайте 15 минут перерыв часу 1024 25 час будет вот и 25 то есть этому площадь со встретимся без 20 я вас позову хорошо 15 минут пожалуйста перерыв там сделайте что вам нужно отдохните светового поля а когда с матушкой вселенная то как как дожди ты представляешь что этот купол на тебя как дождик такой то есть это больше как бы вот сверх то есть мы уже по идее как будто вот ты встава когда-то и ты когда тянешь эту энергию вниз опускаешь ты можешь даже руками дотронуться до земли представляешь что это все как такой вот как дождь на тебя опускается как дождь такой на тебя опускать то есть она больше такая как вода тут столб света а это как вот это все свет все свет это свет это свет просто до представлять вообще можно как угодно то есть нету знаешь ограничений по фантазии никаких нету тебе может казаться так 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 кому-то вообще казаться может что она все время будет не света какая-то тьма такое тоже может быть то есть хорошо представляет а иногда прям просто ничего ничего вот это значит надо ну как сказать может быть повторить через время дело в том что природа ума при но мозг мозг вот так устроен что он хочет все время почиститься мы здесь с вами ну тоже да вот ум как будто ой надо почистить себя ну автоматически мы как бы так привыкли да а здесь мы получается нет не просто там чистимся да че чистка происходит здесь в результате повышение вибрации то есть чистка не является целью целью является подняться на высокие вибрации а там автоматически туда не может подняться тьма туда не может зайти тяжесть вот ум это все будет воспринимать как чистку правильно ну как бы да вообще то есть это 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 дорога к свету эта дорога к себе будем говорить эта дорога к себе бессмертному ну к своей бессмертной части бессмертной душе и мы вот в этих практиках приобретаем постепенный опыт через осознание что я уже все время привязан было только к мыслям от нее к телу а это оказывается уже результат тонких вибраций ну давайте честно говорить нам это не совсем понятно это не лежит в области понимания это лежит в области веры и принятия то есть вот я принимаю да ну вот что вот она так есть но давайте так скажем нам же и война не совсем понятно да мы не понимаем даже женщинам трудно понять почему нельзя договориться любая нормальная женщина она всегда будет сохранять жизнь себе своей семье и детям вот то есть поэтому мы сейчас с вами проживаем вот именно может быть даже это не понимание но если мы берем ответственность за все свои поступки действия расширяемся и понимаем что это отчасти это вот так вот работает мировоззрение выгоды вот такой вот выгоды да то есть когда мы хотим выгодно выйти замуж за богатого ну допустим правда то есть все оттуда начинается с вот этой вот ну мы же не знаем иногда как правильно да иногда даже я помню у меня была консультация такая раз консультация женщина пришла в очень тяжелом состоянии она уже сидела тогда на каких-то препаратах и психиатр прописал красивая женщинка она говорит я вышла замуж за богатого и моя мама и бабушка меня выращивали с пониманием что замуж нужно выйти обязательно только за богатого и потом я узнала что у него есть любовница вот и я пришла к маме бабушкой заняли такую позицию не сказали никогда не жила в бедности не знаешь что такое быть бедной не разводись мы против вот и она пытаясь найти баланс в этой ситуации нашла себе любовника вот и начала строить с ним отношения чтобы не потерять этот благосостояние ну угадайте теперь в каком состоянии ее ребенок конечно ребята будет болеть конечно у ребенка будут какие-то трудности потому что мама и папа живут во вранье вот но если люди видят мир таким образом они же не будут воспринимать что у ребенка трудности и проблемы потому что я на первое место ставлю что удовлетворить себя но свои физические потребности до свои ценности удовлетворить стоит на первом месте но вопрос это неплохо удовлетворить свои ценности вопрос в том какие у тебя ценности правда вот и когда я это была такая интересная история для меня когда я увидела что даже люди старшего поколения вот так мыслят да ну потому что я выросла я видела и бабушек своих и одна бабушка из моей бабушек не говорили что день нет вот я поняла на тот момент что мудрость она не приходит абсолютно то есть люди остаются дальше вот такими вот узкими вот и все поэтому она выбрала путь сидеть на препаратах вот я вижу сейчас вот но она у меня в фейсбуке мы друзья как она выглядит ну я думаю она и сейчас может быть сидеть на препаратах ну плюс еще тут трудно понять потому что сейчас же все колят эти лица вот эти круглые камеры лица подушку всех чтобы возраст скрыть ну мне кажется что мы препараты у нее есть то есть ничего не поменялось вот но так или иначе карма ну как сказать она же возвращается она будет учить я думаю что раз они этот экзамен да вот так проходят то дальше ребенку мы можем только предположить через что придется пройти дочери когда родители делают такие выборы то есть у нее будут и проблемы с деньгами и проблемы в отношениях ну вы же понимаете если человек даже богатый это же не значит что у него нет проблем с деньгами правильно это то о чем мы с вами говорили да на предыдущей встречи что тони робинсон он неплохую книгу написал про деньги но не то что неплохое очень интересный он там исследовал этот вопрос и что очень богатые люди они готовы расстаться со своей жизнью ради денег поэтому часто у богатых людей если эти вот деньги именно потому что они готовы расстаться даже то есть ну как он это исследование проводил что когда они теряли там выпадали из стоп самые богатые люди мира они кончали жизнь собой но про конкретного человека сейчас там говорю этот самый магнат то есть не магнат а монополист в германии аптекам не одобрили один какой-то там кредит он входил в топ forbes а вот это был 2008 год и за два дня до тому когда того как ему оформили там новый кредит на какой-то его бизнес-проект он потерял там что-то какие-то пару миллиардов пару миллиардов потерял из своего состояния и он покончил жизнь самоубийством поэтому в общем то то есть показатель до тех же самых денег он абсолютно не говорит ни о каком духовном уровне человека это просто вопрос его действий и количество движений в том или ином направлении ну и заслуга там мы сможем стал прошлых жизни такой вот действительно может быть когда вы видите этот достаток вот и те кто если вы учились у майкла ручах кто-то из вас дополнить а у него есть этот ученик к петер мертвого мария кондратьева его жена он же работал петер до того как начал изучить карму в компании тетрапак знаете эту компанию ну да то есть эта компания которая придумала вот эти упаковки для продуктов и они очень ну как сказать там четыре или три владельца этой компании австрийцы вот и лет пять или шесть тому назад один из правитель этой компании был найден там в одной из гостиниц от передозировки в общем-то он скончался это человек который там наличкой каждый месяц зарабатывал пару миллионов евро наличкой и то есть это наличка у него было в руках вот такое количество денег вот поэтому это тоже такое как бы да вот испытание то есть вопросы до касается ценности человека это упражнение то которое вы вчера делали до зима люди не понимают ну что в жизни является что является важным сам по себе если человек закрытые родители его закрыты ребенок не может почувствовать самое главное для этого и проходит человек испытания чтобы все остальное как шелуха слетала в общем-то вот сейчас я включаю презентацию мы с вами переходим к душам это презентацию мы делали на украинском языке стас ее делал презентацию так видно вот смотрите здесь перед вами сейчас такая достаточно на полу конструкция внутри этой конструкции что вот смотрите здесь в центре этой звездочки как раз будут вот эти вот элементы те которые мы сегодня с вами будем изучать вата капха и пита посмотрите что краеугольным до этой звездочки является пути элементы скажем так из которых состоят эти три дож кто уже был на курсе до китайская медицина вам будет чем сравнить потому что в аюрведе немножко отличается структура виденье пяти элементов но отличается смысле написано по-другому но суть та же самая то есть у вас уже будет настолько глубокое виденье вот этих пяти элементов что вы сможете даже рассуждать да вот культурой китайской медицины рассуждать культурой аюрведы и проводить сравнительный анализ где мы можем проводить сравнительный анализ то считается то что мы в этой области уже как бы она занимаем какую-то ну ступеньку в понимании в изучении этого вопроса вот и между этими кончиками этих звездочки да видите там тоже есть своя структура название то есть это движение холод свет трансформация то есть по сути вот сейчас перед вами скажем так описание устройства но скажем так мира на немножко на другом языке для нас вот не пытайтесь сразу это все запомнить понять это нужно все прочувствовать прожить и мы будем это все постепенно разбирать итак всего существует три даша вот те которые в центре этого круга стоят до вата питтый как когда они находятся в дисгармонии они разрушают наше тело вот выглядят здесь немножко размытая картинка мы с вами говорили о том что как раз вот три души это сочетание мужского женского начала и то что их соединяет вот здесь на картинке если вы так сказать ну присмотритесь что там видно танер инга я вас спрашиваю потому что ваше видео уже вижу поэтому вас спрашиваю я вижу одну половинку синим это холод наверно и женская а вторая мужская не наоборот женская светлая мужская женская с мужским до соединена да это шивой шахте шива и то есть вы знаете что у жены шивы куча названий знаете почему не много имен у этой части нет не знаю текучая может она нет это все те количество жизни которые она проживала жива бессмертный а жена его она обычный человек и для того чтобы стать его женой она совершала аскезы она очень хотела быть его женой шива совершенно не собирался жениться ему это было не нужно но она была настолько верной преданной и настолько его любила и делала все для того чтобы быть достойной его что в одной из своих жизней она вышла за него вот и поэтому я вам очень рекомендую девочки посмотреть этот сериал бог богов махадев тогда вам немножко эта история вообще станет понятна то есть по сути история шива и парвати она проживает все те истории все миллион тех историй которые есть у нас с вами в нашей личной жизни и когда мы говорим что думаю что у богов все было там как-то легко и просто нет потому что бог проживает снова и снова через нас все свои состояния то есть пока человек спит внутри него есть спящий бог который проживает вот вы же не скажете что ваш сон это реальность или кто-то может сказать что мой сон это реальность или вы чувствуете что тут реальность а сон это не реальность тайна до сны бывают такими реальными это как-то такое текучие но понятное дело что сон это не реальность но не считаешь что твои дети живут во сне а тут они прибывают некоторые люди живут как во сне тоже нам сейчас важно просто уловить вот это ощущение для чего чтобы понять что до тех пор пока мы спим бог спит внутри нас вот эти энергии внутри нас они спят мы с вами я как-то уже задавала вопрос и про сосед тут немножко в лицо я не совсем вижу готовность вашу ответить но кто из вас понимает что вот он в жизни что он не пробужден что он пребывает в таком ну как бы полусонном состоянии вот кто это ощущает иногда бывают если бы да если бы хотя бы на мгновение просветление наступило а потом опять сон да да вот ты чувствуешь я например чувствую да что вот ну что ну вот но не скажешь же что вот живу на проживая вот все да ну вот но нет у меня там ощущение поста что вот мы хотели бы да ну вот то есть мы здесь с вами про то что мы хотели бы проснуться понимаете и вот эти знания нам и практике нужны для того чтобы проснуться что до периодически бывает такое состояние что ты вот а ну дать думаешь вот бы на этой волне бы вот пребывать а потом опыт сдулся как мы говорим сдулся опять да ну то есть энергетически как шарик опа и опустился так в общем-то жизнь как жизнь существование и шивы и порвать и их история это для нас как для нашего ума как такая история о том через что они проходили проходили они через вещи невозможные а вот кто ну то есть там только жизнь это его жены то есть сколько раз она вступала в бой сколько раз она сражалась если вы знаете сейчас кто работает на тонком плане все видят что маха калли маха калли это самая разрушительная форма парвати жены шивы она приобрела эту форму чтобы спасти всю все все вселенные все жизни от демона она боролась с ним девять дней и ночей превращались из одной формы в другую другую и вы могли слышать о такой как богини дурга вот и богиня маха калли да ну то есть вот это вот которая у нее там куча рук язык красный она как бы извергает огонь то есть это и и сейчас все кто на тонком плане видят мир они говорят что сейчас маха калли на нашей стороне на стороне украины считается что если маха калли на стороне воюющего то шансов как бы не победить у людей но нет то есть то есть ну вы поняли что идет защита именно на энергетическом уровне нашей страны поэтому все произойдет ну если вы знаете историю наворотре она как раз час закончилась ста сделал эти практике 9 дней подряд несколько дней то есть там все 9 дней подряд он ее побеждал и побеждал побеждал и она преобразовывалась приобретала другую форму приобретала другую форму приобретала другую форму и когда она уже превратилась в махакали она так разозлилась она уже в такую вошла энергию что там уже все в этом она его полностью победила. И мы сейчас с вами пребываем в этой в этих вибрациях. Наша земля пребывает в энергии Махакали. Поэтому мы можем с этим... Это матенька Всесвит, чтобы было понятно вам. Матушка Всесвит. Это Махакали, поняли? Даша, это как-то однажды тоже один воин, который с 2014 года воевал. Он сказал мне буквально в этом уроке, что она скажет, что такая людь, ты себе не представляешь. Я еще тогда думаю, ну как же людь? Звідки вона? А это, мабуть, шло от этой богини, да? Да, да, да. Я вам хочу сказать, что с военными работать это... которые идут в эти практики, это, конечно, нечто. потому что это действительно люди, которые не через практики, а в реальности прожили вот это все. у них как бы нет сомнений, что это все существует, что это все работает. У них нет сомнений. И я вижу, что сейчас делает Зеленский, я думаю, что это вот через него эта энергия полностью проявляется. Мне люди, честно говоря, которые над ним как-то там смеются, выставляют вот это вот, что ой, а разговоров-то про план Победы было-то было, там все. Это как раз, знаете, вот люди, у которых нет знаний, ну, которые закрыты нечувствительны к этой информации, вот, ну, которые не хотят пробуждаться. Они сидят и пылесосат, вот это сейчас все обсуждают. А на самом деле, то состояние, посмотрите на него, как он действует, все. В нем есть вот эта вот разъяренная женщина. Он не преступник, как вот эта энергия Путина, да, вот этот, знаете, как холодный преступник, да, ну, мужик такой, которого, ну, бездушный. Посмотрите, Зеленский очень чувствительный, посмотрите на его мимику, одна чего стоит, да. Вот, вот это называется открытость, и, ну, в общем-то, вы можете это почувствовать. Я думаю, что в нем есть эта энергия, потому что он не то, чтобы не сдается, им что-то движет. И вот то, это вот, я думаю, это энергия вот этой вот Кали. То, что движет. И то, что он делает, он делает абсолютно правильно. У меня есть один преподаватель, которого я очень уважаю, когда я обучалась социологии и политике. Я у него проходила в институте социологии, так как раз там возле Верховной Рады, повышение квалификации. Очень училась у него, это был один из интереснейших преподавателей, преподавателю, через которого я увидела, что такое политика, если ты политик. Ну, не идиот, а политик. Фисенко, я вам рекомендую на него обратить внимание. И вот он очень достойно отозвался о том плане, который предоставил Зеленский. И как он об этом говорил, что говорит, типа, у всех какие-то были ожидания, что там будет что-то феноменальное. Он говорит, ну, поймите, типа, у войны есть своя логика. Он говорит, и он может предложить только то, что есть в рамках, ну, этой войны. Как бы ни больше, ни меньше. То есть, если вы вообще поняли, о чём этот план? Кто-то понял, о чём этот план? То есть, это же ультиматум, по сути. То есть, он говорит, либо вы нас берёте в НАТО, либо у нас будет своё ядерное оружие. Это не предложение, это ультиматум. Это страна, которая воюет, ну, и не проигрывает, где-то выигрывает, вот, где-то отступает, ставит ультиматум, потому что мы вошли в свою силу и чувствуем эту силу, что мы можем сейчас, ну, как, додавить этого, как бы, дракона, понимаете? Так, вы же сейчас... Включен ли у меня ноутбук? Обе включен. Хорошо. Вот поэтому мы с вами проходим сейчас тотальную трансформацию. Вот. Ну, во всяком случае, дальше вы будете видеть сейчас вот ряд всех этих непредсказуемых событий. И вот, что значит Доши на примере вот этих вот... Вы видите, что там, как бы, что у Махадева, у него же на шее змея всегда находится. Ну, тут вам не видно картинка, так она просто увеличена во много раз, некачественная. В общем-то, змея у него находится на шее. Это как раз вот эта вот энергия, которая между ним и ей. То есть, змея, она слепая, но она очень хорошо улавливает любые чувства. То есть, мы с вами делаем практики для того, чтобы научиться отлавливать все свои чувства и трансформировать их в уровень высоких вибраций. Потому что, если мы будем обманывать себя, не давать проявляться тем чувствам, которые мы чувствуем, но тут тоже, понимаете, вы будете со временем видеть, что вы начинаете меньше злиться, злились раньше там два дня, будете один день обижаться, там всё. Понимаете, поменяться сразу, мгновенно мы не можем. Обманывать себя, запихивать свои чувства совершенно их, ну, не проживать и никак не проявлять, подавлять. Дальше это будет взрыв. Понимаете? Если их накапливать и не проявлять, дальше это просто будет взрыв. Поэтому здесь, я знаю, это очень непростой вопрос. Понимаете, я вас не призываю к тому, чтобы вы прям пошли, знаете, убрали тормоза и проявляли без конца свои чувства, потому что это тоже будет тяжело для вас, для окружающих, да, какая-то вот грань. Ну, и совсем себя подавлять нельзя, потому что тогда, дальше вы будете всё время, как бомба, получается. Ну, и вот, в общем-то, мы сейчас будем говорить про Питу, в данном случае Пита, это аспект вот женский, женский вот этот получается, огонь. Вот, мы начнём с него, да, то есть, это самая горячая Доша, она отвечает за все процессы, связанные с теплом, в первую очередь, за пищеварение и иммунитет, а также остроту ума, за органы в средней части туловища, кишечник, печень, желчный пузырь, поджелудочная селезёнка и около 30% людей имеют нарушение Пита Доши. То есть, что имеется в виду, связанное с теплом? То есть, это терморегуляция такая по телу, то есть, если у человека холодные руки, ноги, да, или какая-то часть тела холодная, то есть, это нарушение баланса Пита Доши. Другими словами, Питу можно назвать огонь, по-другому можно ещё назвать её флегма и слизь. Вот, потому что огонь порождает слизь внутри, поэтому, ну, желудок же там же есть слизь, правильно? То есть, поэтому у нас должно быть определённое внутри количество тепла, если совсем мало, то слизи становятся больше, если совсем много огня, то наоборот, он всё иссушает. То есть, мы с вами входим вот в категорию рассуждения вот такими категориями, ну, природы. если спина очень потеет, смотря в какой области. Поясница. Ну, поясница ниже к копчику или выше к подреберью? От половины вниз, прям туда всё стекает. Отливчик вниз. Да, это, ну, вообще, смотрите, в принципе, давайте так скажем, то есть, можно по-разному на это смотреть. Любое чрезмерное потовыделение в какой-то области, где это не должно быть, это называется слёзы сердца. Слёзы сердца. Вот, дальше мы с вами рассуждаем таким образом, что сердце энергетически снизу поддерживается почками. Вот, то есть, здесь, конечно, страдают почки и мочевой пузырь. Вот так вот. Да, очень даже похоже, да, спасибо. То есть, как минимум, мы начинаем пить корень солодки. Как минимум. Утром? Ну, да, ну, можно вообще три раза в день, то есть, завариваешь чайную ложку на пол-литра кипятка, корень солодки и шалфей. Завариваешь по чайной ложке и вот этот отвар, он настоялся через час его, ну, в идеале его, понимаешь, отлить, сцедить, заварить в термос и такой вот чай тебе. Окей, благодарю. Ну, это как минимум, понимаешь? Вот. Идём дальше. А если слабый огонь вот этой питодуши, какие травы лучше? Так, а кто это? Инга, ты спрашиваешь? А чего ты решила, что слабый? Как ты это? По каким признакам? Ну, кишечник слабо работает, так, малоактивный, такой, вялый. Вялый, да? Так, тут тебе какой-то прям вот именно одну траву прям сказать, да, чтобы усилить огонь. Давай мы порассуждаем и в процессе может ты ещё что-то добавишь и тогда будет понятно, потому что ну вот слабый огонь кишечника часто бывает из-за того, что есть ама, понимаешь? Ама. То есть, внутри стоит то, что не может перевариться, понимаешь? И оно как бы там, ну, откладывается. И тогда, для того, чтобы улучшить этот огонь, то нам нужно, ну, панча-карму пройти. Панча-карма, то есть, она может быть в домашних условиях. Но смотри, один из таких простых способов, ну, как усилить, огонь пищеварения, ну, в целом, вот просто, вот берём Айурведу, вот классика, то есть, если мы не разбираемся, потому что ты вата-доша по своему телосложению, ты вата, ты ветер. Ветер очень легко выходит из баланса. То есть, ты доша, которая быстрее всего выходит из баланса. То есть, тебя легче всего выбить почву из-под ног, так можно сказать. Это так? Ты так чувствуешь? Ну, со временем. Да, я, да, вата, да, вата во мне есть, много вата. Много, много, да, то есть, ну, как бы да. Вот, значит, смотрите, для ваты-доши это вот такие люди, у которых и так, ну, вот много ветра, да, поэтому мы не скажем, что тебе надо почистить кишечник, поэтому начинай кушать сырое. Мы так тебе не скажем. Почему? Потому что вся сырая еда усиливает ветер. Понимаешь? Вот. Поэтому вату-дошу, наоборот, надо хорошо промасливать очень. Поэтому вате-доши, для того, чтобы усилить огонь пищеварения, первое, в рационе должна быть обязательно масло кхи. Да, я все время, уже много лет делаю его. Все время оно у тебя, да? Постоянно, да. Постоянно. У тебя аппетит есть или нет аппетита? Да, конечно, есть. Есть аппетит, да? Значит, смотрите, один из способов усиления огня для пищеварения, ну, это вообще способ для всех, но инги он подойдет сто процентов. Мы берем перец горошком, перец горошком, не душистый, мы берем перец горошком и заливаем его медом. Медом. Ну, мед постарайтесь найти хороший. Если не знаете, где найти хороший мед, я вам могу сбросить. Есть хороший мед у нас. все. Вот, пропорция какая? Ну, то есть, пропорционально. То есть, один к одному. Ну, то есть, это не должно быть много меда и чуть-чуть горошком. И перед каждым приемом пищи мы съедаем 8 перчинок, замоченные с медом. 8 перчинок, замоченные с медом. Но лучше эти перчинки настоять на ночь, поняла, Инна? На ночь. Меду, меду настоять, да? Я беру, знаете, пластиковую беру, вот эту кадушечку какую-то там, да? Ну, что, деревянных как-то у меня еще нет такого количества, чтобы я все могла это замачивать. Ну, надо купить. Высыпаешь туда пачку вот этого перца черного, недушистого. Заливаешь медом. Когда болит горло, прекрасно, вообще, вы можете это разжевывать, да? Хочешь прям, можешь прям разжевывать это во рту. Ну, оно как бы, да, оно обдаст тебя огнем, но не больше большого. Так у меня свет пропал. Я не знаю, вы меня слышите? Слышим, да, слышим. Хорошо. Дальше, что еще усиливает огонь пищеварения? Горячая вода. То есть, это привычка пить очень такую, ну, достаточно теплую воду. После еды, через где-то 30-40 минут, для улучшения переваривания пищи, мы пьем имбирный чай. Пьем имбирный чай. Вот. Ну, и вообще, значит, сейчас такая, пошла уже до холода такой вообще. Вводите в рацион, добавляйте везде маш. Маш, он очень, ну, скажем так, благотворно влияет на огонь пищеварения. Знаете, что такое маш, да? Не, не знаю. Не знаете? Значит, Маш, это такой маленький, хорошенький, Стас, дай мне мыши немножко, в баночку положишь, и девочкам показала, как он выглядит. Значит, его можно проращивать, ну, как проращивать, это уже отдельно, пускай вам Стас рассказывает, потому что он это хорошо делает, у него получается, он вам расскажет, вернее. Вот. А вообще, Маш хорошо добавляет, вот вы варите рис, как кашку, да? Вот один к одному, немножко риса, немножко Маша. Вот смотрите, Маш, это вот такое вот. Видите? Мама, это как, это похоже на, эту, чечевицу зеленую. Ну, это не чечевица зеленая, но это Маш. Ну, я поняла, похоже, я имею в виду. Да, 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 и вот добавляйте его, я его с гречкой, то есть вообще, в Айурведе считается лучшая каша, одна из лучших каш, ну, у них же нет там пшена в Индии, так как у нас, они варят рис с Машем, вот, это считается как бы лучшая такая еда. Можете этот Маш добавлять и в гречку, это тоже очень вкусно и полезно. Вот, из специй, для улучшения пищеварения, мы добавляем кориандр, мы добавляем куркуму, черный перец, гвоздику можете даже добавлять, вот немножко, понимаете, в ту же гречневую кашу, вот, дети это любят, им нравится тоже, если... Даш, а можно вопрос, вот, по поводу, черного перца, вот, дети, можно черный перец? Нужно, конечно, потому что у меня вот с детства какая-то такая установка, что черный перец, он влияет на кишечник негативно и там... Не, 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 это ложная установка. Ложная, да? Да, да, да. Наоборот, он обладает тем теплом, которое как раз нужно и хорошо работает для пищеварения. Ну, понятно, его не должно быть слишком много, то есть, да, это понятие какого-то... Ну, чуть-чуть нужно, чуть-чуть, наоборот, даже... Я слухав одного тибетского лікаря, він рекомендует куркуму, каже, что у меня идти традиционно так принимал, что куркума усваивается краще с черным перцем. Ну, мы, вот, в ягечной традиции, то есть, ну, периоды, там, садханы, от, в Хайрове, когда мы там вживаем цей горошек, а так мы куркуму и с нимом вживаем, да? Вот. А в тибетский, дядька, вот он вот так вот каже. Да, так, я тоже слышала, что куркума сам с перцем, я тоже весь час добавляю блюда, если черный перец, то немножко куркумы. Да, 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 потому что куркума, она такая достаточно, ну, как сказать, вязкая, вот так же, как и тот же корень солодки, да, вот как чай, я тебе сказала, там, пить, туда тоже можно добавлять немножко имбиря, ну, потому что вот имбирь, он тоже имеет свойство огня, он будет эту солодку двигать, потому что солодка сама по себе, как трава, она немножко такая, ну, как застойная чуть-чуть, но она очень питательная, вот солодка очень хорошо вообще, в принципе, для всех, особенно деткам, ну, что касается детей, мы будем тоже отдельно об этом говорить, для детей важно очень питательное, ну, питание, чтобы оно все ткани, как бы, да, вот питало, тот же самый ним, куркума, то, что мы сбрасывали раньше, это всё должно быть там. А вот вопрос по куркуме, а её, как, вот, например, жарю я картошку, ну, предположим, добавляешь куркуму, да, вот вопрос, бросаете её, когда уже пожарила? Нет, смотри, бросаешь минут за 10 до конца до приготовления, то есть специи, то есть оно не теряет свои свойства, всё, не, не, наоборот, наоборот, смотрите, специи раскрываются где-то минут через 5-10 в масле на огне, то есть вообще, ты жаришь картошку, допустим, да, то лучше вообще ты взяла, вот чуть-чуть отодвинула, там, масло, да, допустим, если хочешь, чтобы картошка прям была божественно полезная, то ты её вообще там на масло и тхи жаришь, и туда вот этих специй прям вот, ну, поняла, раздвинула, немножко они обжарились, эти специи чуть-чуть, и дальше ты это всё мешаешь, то есть специя раскрывается в тепле. Потому что у меня вопрос был, думаю, а как же, типа полезно, а вот как, понятно. Правильно, правильно, тут логика как бы, она не работает, видишь, логика скажет, не добавляй, добавь в конце, чтобы свои свойства не теряли, а свойства наоборот, открываются в тепле. Спасибо. Хороший вопрос, да, хороший вопрос. А детям тоже куркума можно? Нужно, нужно вообще, то есть, у меня мамы беременные, пьют кучу трав, в разные периоды беременности, детям можно и нужно, детям, слушайте, дети, вы же поймите, это организм, который растет. И где брать эти полезные вещества, да, чтобы строить эти кости, зубы, волосы, это всё, это им очень, для детей, я понимаю, это не просто для ребёнка сделать сбалансированное питание, совершенно не просто. кстати, я вспомнила, да, что вот вы говорите, да, что корень солодки очень полезный детям, а раньше же продавалась в аптеке алтейка, она же была на корне солодки, так я помню, я её так, я её так любила пить, вот, у меня и кашля не было, я её всё пила, мама, купи алтейку, и всё. Так правильно, потому что тебе хотелось, детям нужен сладкий вкус, сладкий вкус, это вкус земли, детки развиваются, как говорят, сопливое детство, там всё, потому что у детей должно быть много земли, это инструмент для развития, поэтому детки любят макароны, булочки, это сладкий вкус, он им необходим, это строительный материал для роста, понимаете, детям можно давать и макароны, и всё, просто что не на ночь, да, а вот, и не три раза в день, но это строительный материал, а как, они хотят этого, дети это хотят не потому что они плохие, а потому что они чувствуют хорошо вкус этот, им хочется сладких конфет и всё вот это вот, понимаете, потому что этого не хватает, эта селезёнка требует как строительный материал, вот, идём дальше, да, что пита душа отвечает за пищеварение, особенно на стадии кишечника, а, ну и чтобы усиливать ещё огонь желудка, конечно же, это промасливание живота, вот, промасливание живота, с утра, тёплым маслом, кунжутным, прямо вот в пупок, и вокруг пупка, мы так мягко вводим по часовой стрелке, можно даже на уровне, вот от пупка, вот если это пупок, на уровне руки, вот так вот обдавливать пупок, вот так вот, да, вокруг, вот рука, вот начинаю вот отсюда, вот так обдавливаем пупок, продавливаем, вот, и таким образом тоже мы улучшаем огонь пищеварения, вот ферменты, за которые отвечает пиктадоши, это желудочный сок, это желчь, и ферменты поджелудочной железы, то есть мы с вами опять возвращаемся, вспоминаем, что это треугольник, желудок, печень, и селезенка, который составляет вот такой мощный огонь пищеварения, вот, но у нас с вами остается еще полчаса времени, чуть меньше, и мы сейчас переходим с вами к практике, естественно, так как это курс расстановки, аюрведы расстановки, вот, пиктадоши, она отвечает за кожу, за пигментацию, то есть в принципе вот кожа, да, вот подросток, да, там влюбился, поп у него там прыщи, красный лоб, там все, почему? Огонь поднимается из сердца, понимаете? Огонь поднимается, поэтому вот у подростков, или там, ну в принципе вот у людей, то есть пита, она проявляется на коже, вот, выделение пота, пита душа, да, контроль температуры тела, зрение, это тоже пита, вот, пита душа отвечает за иммунитет, за кровь, острота ума, способность ясно мыслить, делать правильные выводы, то есть если у человека проблемы с этим огнем, то он не способен делать правильные выводы, да, то есть если вы вот общаетесь с человеком, вы видите, что он какие-то такие, ну очень подозрительно делает странные выводы, да, явно это не просто какой-то творческий процесс, а какое-то как искаженное сознание, то это проблемы с пита душа, то есть это проблемы с огнем, понимаете, вот, ну и когда пита душа в норме, она поддерживает все эти функции, они работают правильно, как мы сейчас с вами будем работать, вот вы послушали какие-то там качества пита душа, мы еще не раз к этому... Даш, можно еще вопрос быстренько, понимаешь, что поздно присоединилась, смотри, а проблема с огнем, это огонь может быть либо активный, либо подавленный, да? У нас 13 видов огня, огонь может быть холодным, обжигающим, разъедающим, маленьким, большим, грязным, чистым, то есть, ну всего, но если вот сузить, то можно сказать так, как ты сказала, то есть он либо чрезмерный, как выглядит чрезмерный вот этот огонь, как вы его увидите у человека, что он разбушевавшийся такой, ну человек, вы будете чувствовать, что он прям дышит огнем, да, вот как мы говорим там, человек как огнедышащий дракон, вот, то есть, почему люди такого плана, да, они там, у них жизнь заканчивается сердечным приступом, или еще чего-то, огонь выходит за пределы, результат того, как работает огонь внутри человека, он часто виден на лбу, вот на лбу, вот эти глубокие морщины у человека, это результат, как правило, очень таких глубоких, каких-то эмоциональных переживаний в подростковом периоде, вот, и по сути, работая с эмоциями человека, вы можете видеть, как у него будет выравниваться тот же самый там лоб, вот, слабое пищеварение, это вы будете чувствовать этого человека, прям, ну, как холодного такого, да, ну, то есть, вот, от него буквально будет, как бы, холодом таким, как бы, верить, так, я ответила на твой вопрос, Валя, или еще как-то нужно, нормально, ну, походу еще будем разбираться, то есть, еще какие-то вещи мы договорим, договорим, и так, подытоживаем, значит, внутри нас, основные есть энергии, ватта, витта, капха, вот, мы с вами поговорили, да, что это женское, мужское, и то, что балансирует между этим женским и мужским, на уровне духовных энергий, это, мать вселенная, отец, творец, вот, и святой дух, вот, ватта, питта, капха, мы сейчас с вами поработаем, и у нас будет, ну, как упражнение, давайте, для кого мы первого сделаем практику, побудь информацией о состоянии моей питты, по сути, то есть, это как, давай, для тебя, по сути, это будет, вот, как диагностика состояния, ну, если так сузить, в рамке медицинской аюрведы, то это, система пищеварения, и дальше этот огонь, он питает голову, он дальше, то есть, его часть поднимается сюда, то есть, то, как у нас пища переваривается, так же мы, по сути, вот, и мыслями. Инга, выбери, пожалуйста, кто будет носителем информации о состоянии твоей питты, но при этом мы понимаем, что питта есть в каждой клеточке, питта есть в каждой клеточке, то есть, каждая душа есть в каждой клеточке, когда мы балансируем свою питту, мы балансируем энергию на каждой клеточке, понимаете, так выгодно мыслить, вот, тогда вы будете правильно себя видеть, вы будете правильно, как сказать, вибрировать, то есть, ваше представление будет вас делать более проявленным, я бы так сказала, то есть, очень важно правильно понимать, как ты устроен, вот поэтому это мы и учим, собственно говоря. Инга, выбирай. А Татьяна, можно попросить вас побыть моей питтой? Так, Таня, хорошо. Вот, Инга, и выбери, пожалуйста, того, кто будет носить информацию, ты сегодняшний, да, вот ты. Этерия, можно попросить вас побыть мной сегодняшней? Поставлю тебе вопрос. Звучи, Таня, если есть что тебе сказать. Да, первое, я практически перестала дышать, у меня как замерло дыхание, я прям, дрожь в руках, прям какая-то такая, ну, все ушло, вот в зуббоне, вот, такое, тремтение. Что-то еще третье было. Наверное, вот, ну, пока говорила, куда-то. Ну, я попала. Хорошо. Этерия? У меня тревожность, даже не только тревожность, такая, суета. Я суючусь, прям мне внутри такое, что-то очень-очень, хотя снаружи вроде спокойное, а внутри я бегу. Такое какое-то ощущение. Прямо так, даже сердце сильнее колотит. Инга, работа, когда ты это видишь, когда я это вижу и слышу, вот, я чувствую, что у меня есть эти состояния, есть состояние, когда я и замираю, не дышу, вот, да, и такое вот, как описала Татьяна, и есть такие состояния, вот, как Этерия тоже описала, что я, как будто бы, когда много дел, я пытаюсь успеть и тороплюсь, хотя внешне, да, я не могу не показывать это. Вот, это бывает такое. Да, я это вижу. Я говорю этому, да. Я говорю этому, да. И, кладём сюда руку, делая поклон, девочки, вы сейчас чувствуете, когда Инга уходит в поклон, то есть, что мы сейчас по факту увидели? Мы увидели два вот этих состояния, да, как маятник, да, либо я замираю, а второе состояние я бегу, да, вот. На уровне питы, пищеварения, это замирание, поэтому Инга, да, она озвучила как раз, что ощущение, что медленно работает кишечник. На уровне ума, Этери говорит, я бегу, да, то есть, это бег. По сути, это два состояния, с которыми ты всегда сталкиваешься, когда люди приходят к тебе в работу. Они либо в застой, либо в беге. Особенно у людей проявляется бег, и он усиливается, когда человек узнаёт о том, что он чем-то вот болен, вот бег усиливается. Наши с вами знания, вот здесь практически, они нам зачем нужны, чтобы вовремя человеку подсказать, дать понять, что если он усилит свой бег, он просто продолжит себя разрывать изнутри. Да? Поэтому баланс, он не лежит в области чего-то для нас понимаемого. Вот так вот я вам скажу. То есть, баланс, он лежит в области всё-таки, ты идёшь к нему либо через знание, либо через расширение, через практики. Потому что, мы с вами уже видели, на уровне логики мы абсолютно себя не чувствуем. То есть, логика нас уводит. Инга, я тебе предлагаю сейчас вот почувствую, да, вот, то состояние, через какую фразу ты скажешь, вот, чтобы соединить две эти части, одну замерзшую и другую бегущую. Внутри себя. Угу. Я могу тебе подсказать, какие слова мне приходят? Может быть, они тебе отзывут? У меня приходят слова такие, что я есть. У меня есть. Угу. Я поняла, откуда это состояние, кстати, замерзшее. Вот сейчас у меня что-то пробило. Да. Я когда родилась, я не дышала, там мама говорит, синяя асфиксия. Вот это, наверное, это состояние. Вот. А потом... Давай тогда мы не просто проговариваем, ты сейчас вспоминаешь что-то состояние, давай спросим, у кого она отзывается, у Тани, у Терри, как они тебя слышат, когда ты это озвучила. у меня тяжесть в челюсти, нежная. Ну, у меня сердце заболело. Здесь, видите, тут сразу фонит какая-то родовая история, там, да, хочется задать какие-то... Все ли хотели и ждали, что ты появишься на свет? Может, кто-то боялся, я так скажу. Хотели вообще мальчика. Ух, сделала девочка. О, это моя история. Прямо меня выбрала. где у вас девочка. Да, 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 это прям моя-моя история. Вот. Поэтому выбрала меня. Я тоже была перемотана повидной, да, вот как-то тоже... Обвитие, обвитие было. Было, да, тоже. С дыханием. Очень отзываю. Вдохни сейчас это в себя, эту сферу, вдохни. И трансформируй ее в свет. Мы с вами говорили, да, мы можем это даже не руками вот так вот делать, а вот просто руки сюда. Вдохни эту историю, прими, скажи, что я ее сейчас, я принимаю эту историю, я принимаю этот сценарий. Я принимаю эту историю, принимаю этот сценарий. Я его отправляю в свет, трансформирую. подниму руку. Я принимаю новое состояние. разделение смотрите как тоненькая такая грань да то есть мы можем начать рассуждать откуда штоку да 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 а можем у половили и работаем на трансформацию этой истории мы можем идти разными путям можем идти путем такого ну как психоаналитического разбора но здесь готовимся к тому что это немножко добавить тяжести когда мы работаем на принятие трансформацию через света такая практика не всем по силам потому что тут мозг поэтому вы чувствуете как по мне по моим ощущениям здесь сейчас вот так нужно идти через вот этот поток света для меня это вот я как я чувствую как ты это чувствуешь про вот этот про святой дух понимаешь про вот этот цвет вы можете чувствовать как это для вас мне прямо знаешь сейчас он как будто хочется сказать что сияй проявляйся значит а вот дальше вот если вот из этого состояния святого духа скажем тогда то мне может быть попробуй сказать что я готова чуть чуть больше сияет я готова я хочу чуть чуть больше проявляться чуть чуть больше не надо на все 100 на все 100 мы не готовы так сразу это нас разорвёт по чуть-чуть но я готова сиять чуть-чуть больше готова я хочу проявляться больше я принимаю свой страх проявляться чуть больше я хочу хочу по чуть-чуть начинай себя светиться соединяться со светом все больше и больше практика внутренним и внешним мы соединяются с внешним светом чтобы активировать эти частицы внутри себя у меня в состоянии допустим часто бывает что мне не хочется во вне про светить соправляться мне достаточно когда мне внутри хорошо вот и состояние света нормально это нормально это такой период он может какое-то время будет и тоже тогда здесь можно знаешь что сказать себе что я принимаю что пока мне хорошо с этим светом который есть внутри меня то есть мы напитываемся этим состоянием вот это знаете вот это естественное свечение это когда мы изнутри пропитались и тогда это как следующий этап это естественно то есть как бы твою поле сама тебя вытолкнет знаешь как шарик она наполнится наполниться напитать дальше ты сам покатишься поэтому есть искусственное свечение есть естественное свечение искусственное свечение это когда мы внутри еще не готовы к объемом светить а внешние обстоятельства нас убеждают в том что тебе уже надо идти показывает всем свой успешный успех поэтому люди могут выходить из этого состояния раньше времени когда человек еще он не прошел эту стадию трансформацию он еще из кокона не вылез он еще не стал бабочкой он искусственно становится бабочкам там доращивать себе волосы доращивает и клеивает доделывает какой-нибудь рекламу чуть больше и идет у меня просто уже столько много среди моих коллег то и когда на вот этом фоне искусственного такого неестественного неприродного свечения у людей рушится все остальное жизнь семьи все остальное рушится когда ты не готов и ты бежишь раньше времени потому что это нездоровое общество тебе сказала что тебе уже если тебе не 26 и миллионер отстойный там какой-то недостойный неудачник даже ты неудачник это же это же ерунда ерунда абсолютно это к реальности имеет никакого отношения это просто один из сценарий который будет навязываться тем у кого так получилось все он тебе пришел их будет вам говорить если ваш муж не такой значит он идиот а люди слабы люди в этом верят люди слабы люди в это верят дальше спасибо марина пожалуйста я знаю что вроде бы еще о которых мы говорим но я знаю что это то что может на этом этапе сохранить и жизнь и отношения и много чего потому что часто мы бежим и и сами рушим то что сейчас нас поддерживают погони за какой-то мифической иллюзии о том что нам социум там что-то вот навязал социум очень любит навязывать лишь поймите социум знаете на что рассчитывает иногда все в рамках твоей работы я поэтому ее не заканчиваю энергетические мы так устроены что у нас вот это вот часть закрыта от связи со своим проявленным светом как шапка вот здесь и когда мы вот в этой шапке мы все равно нуждаемся в какой-то такой подпитки и поэтому нам на фоне вот этой закрытости можно на предлагать все что мы не отличим подделку от истинного но не отличим вы понимаете на каком-то и неважно сколько нам лет дело тут не в возрасте абсолютно знаете я вам хочу сказать такую подсказку может быть чтобы вам это было как-то помогал в жизни да вот что понимать что истинное что неистину если трудно еще различить надо это или не надо представляете вот а христос бы пошел за этим а будто бы на это повез там типа там как за три дня стать миллионером ну и тогда вам будет ну понять когда вы будете это сравнивать вы как бы внутри себя активируйте этот аспект потому что внутри каждого из нас есть и будда и христос и шива и порвать и все эти энергии внутри нас есть но нам важно на эти части они на то что нам навязывает общество общество это матрица которая хочет чтобы вы на нее работали и отдавали свою энергию туда что с вами будет потом общество обществу нужно сейчас ваша сила с утра до вечера ходили и вот это все это сила очень сильно это то о чем мы с вами говорили на предыдущем занятии помните когда что садгуру когда второй вторую жизнь прожив него с его команды не получилось построить диану лингу послушайте его 20 минутный ролик о его трех жизнях и он говорит и тогда я когда я второй раз осознанно покидал свое тело я задал вопрос почему же вторую жизнь у меня не получается построить эту божественную форму этот купол диана лингу на земле я понял я недооценил силу невежества социум это невежество это люди у которых нет понимания как устроен этот мир но при этом они очень громко кричат и тогда их слышу да не пугают и кричат ну как что значит пугают и кричат но не хочется на ком-то там пример показывает но люди по речи понимаете по его энергии мы можем понимать это он вас пугает этот человек да как бы или он просто делится пугают для того чтобы вы подсели на этот крючок и страха отдавали все что у вас есть лишь бы спастись вот это запугивание вот это низкие вибрации получается чуть чуть выше вибрации это когда ты делишься кышну давают если ты готов идем вот а если человек не готов но не готов и ты не имеешь права его заставлять если бы душа к этому не лежит насилие всегда поражает насилие даже самое доброе поэтому мы на свои дети всегда это можем отслеживать и являемся теми кто запугивает конфликт не гнаться со своей крови я не сдержалась потому что ну бабушки они же все внуков как сидеть боятся это детские капризы там все я решу ребенок обучается с нашего поведения они со своего поведения он обучается с нашего что ты сейчас чувствуешь инга и как себя чувствует вот части той она изменилась и сказала что и надо идти а ну хорошо тогда ты будешь работать для себя для себя я не увидела просто у меня состояние хорошее я чувствую дыхание сразу стала слышать вот это состояние замерзости ушло как пошло какое-то оживление тачка как челюсти тяжелое О состояниях. На каком-то этапе я чувствовала, как левое подреберье, на каком-то этапе того, что Инга говорила, потом оно пришло. Сейчас у меня прям такое, по сравнению с тем, что было в начале, более такое приятное состояние. Отлично. Хорошо. Поблагодарю, пожалуйста, за работу. Татьяна, я благодарю тебя за работу. Спасибо большое. Девочки, я надеюсь, все могут доработать. Спасибо, Даша. Да, я сейчас вас делю на группы. Так, Инга, тогда тебе работу не делаем в той группе, где ты, будет четыре человека. Хорошо? Вот, это одна группа. Можно меня оставить тут? Когда я в комнатах с нового телефона, там моего звука, он почему-то барахлит. Олю тут оставляю. Хорошо. Значит, девочки, тогда одну группу я поделила. Ага. Хорошо. Я открываю. Все, кто здесь остается, тогда вы остаетесь и вы работаете. Здесь остается, тогда Оля, Таня и... И... Так, сейчас, секунду. Ага. И Валя. Так, сейчас... Даша, мне пять минут надо, я сейчас тоже не могу. Ага. Пять минут. Хорошо, хорошо. Сейчас разберемся. Я просто тут на английском, я как бы немножко потормаживаю. Так, Натали, ты тогда тут оставайся, даже через пять минут, здесь. Хорошо? Не переходи ни в какую комнату. Хорошо. Так, хорошо. Работаем тогда здесь. Таня, Олечка, включайся, тогда мы работаем втроем и ждем Натали. Для кого работаем? Я всегда за любой. Давай. Давай для тебя, назначай. Натали, она с вами? Она через пять минут, она еще работает. Пять минут. Нужно заместить или себя, или что? Мое состояние питы. То есть это вот система пищеварения, система огня. Как раз таки, да? Угу. Мы делим вене огня. Угу. И Дарья, побудьте, пожалуйста, в носителе информации о моей пице. Значит, я состояние твоей пити, Таня носитель информации о тебе. Угу. Ты знаешь, мне захотелось закрыть глаза. У меня желание погрузиться в медитацию. У меня желание сидеть с закрытыми глазами и погружаться в медитацию. Мне очень хочется спать. Прям положить голову и спать. Ничего не чувствовать, ничего не... Такое. Я тоже закрыла глаза. И вот меня прям клонит вниз. Ну, меня тоже как внутрь так собирает. И я как бы сейчас начала чувствовать... Ноют зубы. Вот особенно вот верхняя часть... Прям нощая такая боль. Да, и у меня сейчас... И когда я вас слышу, все, Мадеев, к чему-то у меня улыбка. Я радуюсь. Это мне про мой контакт личный с моей истиной. И, наверное, настолько уже знакомо это состояние, что я прям хочется уснуть, отдохнуть, что у меня спокойствие от того, что я слышу. Я принимаю тебя, и я рекомендую. Велика вероятность, и я пишу. Ну, я вот тебя слышу, и вот это желание погрузиться в глубокую медитацию, оно не пропадает. Это во мне немножко стремно, что даже не страшно, именно вот это слово, стремно. И там, где зона диафрагмы, я не знаю, если это диафрагма, но вот реально горизонтально так соответствовало какой-то пласт, будто бы я живу. мне прям не хочется поднимать голову. Вот у меня такое желание, знаешь, вообще, как бы вот уменьшаться, уменьшаться, становиться меньше и погрузиться куда-то, знаешь, какую-то комнату темную, чтобы меня никто не видел. Знаешь, вот стать такой вот, ну, незаметной, невидимой. Ну, тишина, уединение, молчание. Да, это потребность, она у меня с малых лет, я вообще обожала быть сама собой, мне в этом очень классно. Я этому могу научиться, передать, каково это быть самим собой. И в последнее время на этого вообще нет ни времени, ни пространства, даже когда это планирую. И я как будто бы это приняла, вот, наверное, так, активность всегда. И я сейчас вижу и принимаю этот факт, что эту потребность в себе не закрывает, и я с собой не тишина. Ты понимаешь, вот то, как я чувствую, это какая-то часть, которая пребывает уже в этом состоянии. Я бы так сказала. То есть есть какая-то часть, может быть, ты это озвучишь сейчас, что есть уже какая-то часть внутри тебя, которая уже это делает. То есть ей каким-то образом это позволено. Может быть, тебе надо соединиться больше с этой частью, потому что я не то, что надо было бы, я то, что есть. Как я чувствую. Да, велика вероятность, что это так. И я это осознаю, и как будто бы контролирую, да, есть какие-то социальные ожидания от меня. Не упасть в это, на каким-то, хоть на совсем, как будто бы есть установка, что, сделав это, это не то, что по отречению, что обнулялась я не раз, а как будто бы я потеряю контакт с предназначением тоже, да, вот я всегда была какая-то ответственная. Даже сегодня писала, страх потерять контакт с семьей, да, с актуальной семьей сможет быть здесь. Страхов, которые не будут понимать, воспринимать. Не-не-не, это твоя иллюзия. Давай поработаем на принятие этой иллюзии. Это твой страх, это не их страх, это твой страх. Это мой страх, да, он какой-то так, мне его еще попытывается, и я это принимаю, да, вот как-то так. Когда я начала это говорить, я заметила на дереве и сердце наоборот, да, вот перевернутое. Мне еще так интересно. Да, я вижу эту иллюзию, я даю ее место, я принимаю тот факт, что до сих пор она мне как-то помогала повлияться. На это выдастся. Оля, попробуй сейчас такую фразу сказать, что я есть свет, я есть любовь. Я есть свет, я есть даже вибрации, я есть любовь, я есть ветер, я есть поток, я есть все, и я есть еще. Поблагодари вот эту часть, ту, которая, ну, вот, дает эту стабильность, потому что эта часть есть, вот эта вот внутренняя такая медитативная устойчивость. я благодарю тебя, мою суммую часть, которая уже в этом, и подпитывает меня надеждой, что я готова себе позволить тотально в этом быть. Благодарю, даже хоть и просто верите в меня, я нарядом. Ну, вот сейчас у меня ушло желание закрывать глаза, то есть я вот сейчас открыла, смотрю на небо, на тебя, вижу. Ну, я сто процентов та часть, которая уже есть. И она находится вот где-то вот в центре, вот в том, на уровне пикты. Ну, даже сам, прямо сейчас я в таком пространстве, он даже круглый, это такой парк, он круглый, вокруг природы, которая древняя природа, где слушаются пчелы. И это мне очень навеивает о моем состоянии в детстве, когда я зашла в село. Мама очень любит природу, это мне передала, я эколог. И вот там реально это ощущение какой-то матричной природы в себе, и ты в природе. И мне это все созручно. Безусловно, что именно городские какие-то замашки это смыли. Но именно за этой позицией как будто бы таскует моя душа, моя система. Мне сейчас от этих слов прям так хорошо. Я как почувствовала запах такого прогретого дерева. Ну, все прям осязаемо. И очень хорошо. Прям я глаза открыла, просто неинтересно. У меня есть такой страх, что я буду вот эту позицию, часть себя всегда показывать. Мне как будто бы вместе с этим нужно как в шахте себя же защищать, то у меня есть право быть вот такой. Именно туда уходит моя энергия. как бы я понимаю, что больше энергии идет на защиту своего права, нежели от того, что останется, чтобы от этого кольцовать и быть там. Вот это я прерывала прям последние полгода, и седьм год. смотри, мы защищаем то, когда у нас есть ощущение, что этого мало. когда мы делаем практику, да, мы это усиливаем, мы это развиваем, нам не нужно это защищать. мы просто этим являемся. Я просто есть это, это, я являюсь этим. А ты сказала, что ты эколог, да, Оля, я не ошиблась? Да, да, И Таня тоже эколог. Я просто думаю, ну такая достаточно редкая профессия, как бы в одной работе. До костей эколог малых лет, наверное, маме на утробах. Да, я вот будучи сейчас с вами в практике, понимаю, осознаю, что на уровне действий прям напоминать тебе не просто ежедневно, а по нескольку раз два года, вот реально, я вот, я вот, я природа, я эколог, я в природе, природа, во мне вот давать себе какой-то такой челлендж под пять минут и в этом будь, чтобы эту же свою часть продолжать держать за руку. Если ты эколог, то тебе придётся себя защищать, а если ты свет, то ты будешь наполнян, потому что эколог это очень узко, понимаешь, то есть если, да, то есть вот здесь поворот происходит, что мы даже выходим за рамки, что я человек, то есть понимаешь, мы расширяем и тогда нам не надо себя защищать как человека, понимаешь, это это следующий этап восприятия себя. И вот я сейчас тебя слышу и фокус как будто бы много-много тем и фокус остановился на обиде. Это ребёнок на маму. Я сейчас вижу две котки. Одна чёрная, а одна светлая. Они разные. Вот я с мамой. Обида на то, что не позволялась быть такая какая-то с фонарями, как я. сейчас на этом фокусе. Я из этой обиды всегда запрещаюсь. Любое какое-то такое-то не такая, мне пригниться я сразу вот ребёнок пришёл пригниться. Знаешь, у меня поднимается очень сильное раздражение, когда ты говоришь защищаться, надо защищаться. Вот оно меня раздражает. Мне так хорошо я есть. у меня такое вот я есть. Ты когда говоришь защищаться, меня это же прям раздражает. Я это принимаю. Я даю место тому, что мой паттерн поведения был защищаться. Я давала возможность 40 лет воину защищать меня. И это как будто бы стерекло. выдаю этому место и память и уволокаю эту позицию. Но сейчас я выбираю просто быть. И такое ощущение, как показывает, как будто если кто-то идет в патриферит, это в себя выбирать в зону сердца. И с благодарностью улыбкой рисовать. Как будто бы замечать там, где я чрезмерно защищалась, и переводить эту энергию просто во внимание, в благодарность. Если одним словом, то вырастить. Да, смотри, правильно ты говоришь, я даю этому место. Главное, чтобы этому было, потому что ты даешь место, где поместиться. То есть почему, когда мы говорим, что я свет, всё, мы расширяемся. Потому что мы вместить можем ровно столько, с чем мы себя отождествляем. Внутри это неосознанно. Смотри, твоя внешность, ну и вот как и моя внешность, выглядит ровно так, с чем мы себя отождествляем. Всё. То есть мы вот так выглядим. Вот поэтому я даю этому место, и при этом чувствую, чем ты являешься. то есть я являюсь светом. Тогда наша ёмкость расширяется, и тогда ты реально можешь это принять. Не гипотетически, а реально ты можешь это принять. Потому есть куда. Там в моменте прям визуализировать твоя свет, пусть этот опыт проходит через меня. Ну можно и так, и потом допустим, вот что я делаю после таких работ, всё, я стою и делаю практику, то есть я всё, что мы поработали сейчас, я всё это трансформирую в свет. То есть всё, что мы получаем, дальше мы это всё отдаём в свет. Пошли свет. Куда? Может это вроде такой большой клуб. То есть я просто по ходу тебе дополняю, чтобы ты вот с этим навыком расширялась. Вот так вот. Я думаю, здесь достаточно, как бы, потому что ну работа то есть о чём эта работа? Если ты не против, я вот то, как я чувствую, вижу, то есть внутри тебя достаточно есть ну какого-то вот этой вот такой спокойной стабильности. Она есть. То, что ты транслируешь вот этот бег и страх, это тоже, это не вся ты, это какая-то часть. это какая-то часть. Вот. Задача теперь, что, принять это и другое и повысить это в вибрациях. То есть вот так вот. А потом поделишься, как это у тебя будет происходить, через что ты будешь это, как ты будешь это чувствовать, эту трансформацию. потому что, видите, в работах, как правило, что происходит? Мы видим, что мы нестабильны. То есть мы или бежим, да, или... Вот как это будет, смотри. Вот ты сказал, как это будет, и у меня сразу взгляд пошел вверх. Вот так, да? Смотри, какое оно. Вот так, туда прям. Дерево, это наши первые учителя, да. Но мы не можем быть такими стабильными, как они, понимаете? Наша природа другая. Но они на каком-то этапе, как переходной этап, очень нам помогают. Невероятная вообще, да, красота, мощь, этот ствол высоченный. Что это за дерево такое? Ну, вот это что-то из... И потекло и какое-то, да? Да, да, типа такого. Я прям ее сегодня фотографировала и отправляла... Нет, не в Индии. Мы с Индии как-то идем там созручно. Я включаюсь на нее и фотографиями тоже, да. Там можно видеть. Ну да, это очень длинная такая история. Я не могу даже его обнять. Оно большое. Там две меня нужны, чтобы его обнять. Настолько оно большое. Круто. Вот сейчас даже запах пошел этой еле. Ну, это вот то, что Таня увелила, вот это ощущение аромата. это. Даже сам факт, что я сейчас тут, это из-за того, что машина не дома, и я пошла пуском на бассейн, и я вот тут, а не дома где-то там. Комнать это тоже для меня прям... Вот я тут, вот я это, вот кто я. Благодарю. Здорово, потому что это хорошо больше времени проводить вообще-то на улице, потому что соединяться с небом это надо делать на практике. Олечка, я предлагаю здесь завершиться, да, потому что у тебя мощные энергии, видишь, они хорошо держат пространство. Самое главное помнить, что я есть, и я верю в то, что я делаю всё правильно. Понимаешь, доверять своему, этому движению? Доверять. Да. Доверять. Смотри, ты сразу расслабляешься, у тебя меняется темп, темп голоса меняется. Да, замедлить темп, прям вообще. Довериться, довериться. Не надо замедлять темп, работай на доверии себе. Доверить. Чего, новая мантра. Доверяю, доверяю. Доверяю ли я так? Я в поле доверяю ли я? Нет, всё, надо доверять. Всё, погнала. Белочка бежать по дереву. Белок тоже всех любим, всех принимаем. Да, обязательно. Обязательно. Я же выбрала, боже, мой комплект. Самый любимый. одна из моих любимых животных, бельфина, белочка. Хорошо, благодарю вас. Благодарю за работу. Толстяна, ты больше не замесите меня, Дарья, благодарю, вы больше не замесите меня. Девочки, сделайте ещё, пожалуйста, две работы. Я на... Постарайтесь, ну, минут в десять уложиться, хорошо? То есть, ну, минут пять на одну работу, ну, семь максимум. Давайте в четырнадцать минут, я думаю, выложите. Да, у меня тоже прям батарейка в процент. Семь процентов у меня, так что я могу побыть тут, давай. Если это будет быстренько, семь обеим, да? Наталья, ты-то чувствуешь, что вон сейчас клиент. Готовы? Микрофон. Или дойдите, бразы. на Татьяне быстренько лишался. Ну, я готова, если просто я услышала заместитель меня, а другой заместитель чего, бо я трошки отвлекалась по работе. Питки, да, Татьяна? Да. А как название? Питка. Хорошо. Оля, прошу вас, побудьте... да. Прошу вас, побудьте заместитель у меня, да, и расстановки. А Таня, прошу вас, Таня, прошу вас, побудь заместником Питхе, моєї Питхе, да, информации про мою Питху в даній раздонути. Взгляд раздвоюлся. Я вот как статуя какая-то, но я живая, какое-то ожидание. спокойствие. Спокойствие диафрагма поднимается какое-то пространство, как вулкан, но он светло-белый какой-то. вот это спокойствие. Я сейчас смотрю и вижу как зерно спину, когда разрастает, вот на этот план взгляд туда утонул. Там небольшая такая история, но вот это досмотрите. У меня выровнялась очень-очень ровная спина, такая хорошо зафиксирована. Немножко в левую лопатку как простреливала, вот да, Оля говорила о зерне. Но чувство, вот когда Оля говорила про диафрагму и там про свет, мне очень отозвалось. И это объяснить успокоило меня. То есть я и так спокойная, то есть как в спокойном ожидании это мне тоже это стоит. То есть я сижу, нахожусь ровно и но я слишком напряжена вот такое чересчур хочется немножко как-то вот и когда Оля проговорила про этот свет, про диафрагму, оно отозвалось я как чуть-чуть ну вот расслабивая, стала как более подвижной что-ли вот это такое взгляд у меня направлен я на Олю смотрю вот хорошо все как слышу все у меня и Наталья и тебя я тоже вижу я могу дать обратное счастье когда начала говорить Татьяну я сразу переместилась глазами на кору дерева там лежит крест и это как бы уже крест который есть я долго на него смотрела на момент когда она сказала что она пожина я заметила что у меня прям сдавлена голова в шее я заметила вообще его не стало маленький крест не знаю о чем этот крест вообще без понятия если тут уже на могилке этого я не знаю что-то далекий там вероятность что там какая-то пуша которая неупокоенная но это ребенок и да а и когда она сказала что смотрит на тебя у меня взгляд был вверх да вот от этого класса было когда она с тобой мне уже не видно мне этих крестов сейчас я тоже на них смотрю кресты те на могилке один на могилке я прям в него смотрю второго я заметила все от него отошла я на этот который на могилке смотрю и правая нога она дергается сапа вот прям топает по мужчину какой-то наверное что и туда мне какая-то история он сам это я подумала о том может быть его нужно помянуть как-то как будто бы ты его знаешь или должна узнать я это подумала и прям выдаст сразу и вот тут а пошли мурашки прям в грудь в грудь как будто бы сейчас от тебя зависит я в полу это как будто бы в дуафрагме когда промовляли но внутренний спокий и расправлення наоборот плечей пошло как впевнение больше что мне это есть, я это вижу, я говорю, это мода. Всем, кого не помню, кого, кто поле показал в данной расстановке, я их увидела, говорю, принимаю их. Склоняю перед ними голову. Дякую за жизнь. Дякую, очень благодарна за жизнь. Я в калачек заворачиваюсь вот реально, эффект эмбриончика. Прям чувствую, как тянется спина. Все, что вдоль позвоночника, все тянется. То есть ты как эмбриончик, как ненароджена дитина? Я как будто бы обратный ход делаю. Как эффект перерождения, можно сказать. У меня сейчас просто разгусток материи. Энергии. Голубой свет на желтом. И выход через землю какой-то зеленой травки, но она уже с лепком. Пяти лепестков. И он как будто бы нарисован. Зелень вижу, а какого цвета лепестки, это рисовать себе. Мне не показывают в образе. Он просто нарисован, да, он есть. Есть все. Корень, стебель, листики. А вот как должен быть цветок, это еще не простроено как будто бы. И я выровнялась. Я немножко расслабилась. даже, наверное, не немножко. Я прям расслабилась, и я чувствую такое спокойствие. Даже вплоть до какого-то равнодушия, то есть самодостаточность какого-то такое слово приходит. Я також чувствую в теле таки комфортно, как вроде это какой-то мой рух иди в мене. Я это чувствую, но для комфорта, то есть для моего развития. Я скажу все так я бачу это, принимаю это. Мне приятно это чуть-чуть, а в теле приятно, ведь приятно бачить заместника. Я говорю это я напомню это энергию, переродживание. Саня говорила у меня взгляд из какого-то точечного как телевизора, когда он только запускается. Он потихоньку смотрится, и сейчас он очень ясный. Я просто спокойно смотрю на нет. Вообще нет ожиданий от будущего, нет стендик просто смотрю на меня. Смотрение такое я есть. И туда, куда я смотрю, там очень много пересечений как кресты. Но это пересечение. Нет никакой информации что передать, но я их вижу почему-то. Именно эти какие-то горизонтальные вертикальные линии. Прям много это 8-9 так-то так. Мой взгляд прям еще тысячи тысячи. Хотя не ум это делает. Я это говорю как будто вы напитываете. Да, вот так. Вот это я дякую вам за ценность. Я стараюсь находиться в моменте, и мне это знакомо. Это здесь и сейчас, как пересечения, которые трапляются. Потому что это жизнь. пытаюсь показать. Это вон там. Вот там. Видишь, это желтик, а вот на нем осталось. спокойствие тотальное. Будто какой-то большой промежуток завершился. Мы сейчас как будто бы собрали какие-то осколки и остатки разных процессов. Вот это такое жизнь. Прям можно как-то дать себе время отдохнуть, а просто в этом побыть. Не надо не побыть. Не надо питаться там. Нет. Потом придется поймать. Время перестановки. Прям хочется поздравить. Я дякую. Для меня достаточно. Я думаю, подсветилы, показали. дякую. Я все это бачу. Принимаю. Дячно житью. Дячно вам, девчата. Вы теперь не мои заместники. Таня и Олечка. И дякую. И Олечка. Дякую. 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 еще сделаем одну работу. Да, Олечка, скажи. Я могу сказать, у меня 2%. Я очень рада, что мы заверсили Наталью. Это уже показательность, значит, что там есть. Показательность, когда мы вылетаем, но все равно было такое ощущение, что это работа в 10 часов. Я чувствовала Наталья, что это... Как всегда, наши упражнения, расстановки, они про актуальность. Вот то, чем, грубо говоря, болит клиент, который вылазит и создает осознанность и градусы принятия. Благодарю. Благодарю, коллеги. Хорошо. Благодарю тебя. В среду практика. В среду практика на 7 часов. На следующей неделе. Хорошо. Если все уже сказали, кто хотел чем поделиться, я предлагаю, давайте сделаем работу для Тани. Танюша, выбирай, пожалуйста. Вот. И тогда вместе потом завершим процесс. Я прошу поработать для меня в этой расстановке. Инга, я попрошу вас быть информацией во мне сейчас. И Валентина, о вас я попрошу быть информацией о моей пите. О состоянии моей. Ну, я сразу почувствовала правую сторону поясницы. Как будто там у меня так мышцу это я не вижу. Смотрю так прямо чуть вверх. И чувствую хорошо, что так внутри головы у меня вот это ощущение, что там я. состояние как будто пока нормальное. Но вот эта вот область поясницы меня что-то немножко смущает. Правая часть, правая сторона спины. я как будто анализирую что-то такое. Так, я можно, да? У меня скажем так, у меня двойное какое-то состояние. Я сразу ощутила, что у меня какой-то дискомфорт внутри, но при этом мне захотелось от этого отстраниться. Я сразу пошла во внешнее. И вот по губам как будто бы у меня некая претензия здесь. То есть куда-то я не хочу смотреть, ощущаю. Не хочется мне идти в эти ощущения внутри себя. Что-то начало вовне искать. Сейчас волос начинает садиться почему-то. У меня часто такое бывает, как голос садится, мне кажется, что там как смыкает что-то. И вот сразу работа, когда началась, когда я попросила вас поработать, у меня была прям такая паника. Мне из-за этого, ну, я прям не хотела идти в это. Мне убежать захотелось. У меня сейчас прям отзываются, Валя, что ты говоришь. У меня прям захотелось сбежать, мне захотелось. мне трудно на это смотреть. Это вот такое у меня ощущение. у меня такое, блин, раскололи. А мне так грустненько становится от этого. Так, я уже не смотрю вперед вверх, я уже смотрю на питу, что-то так грустнее. В груди тяжесть появляется. Так, ну, я вижу это, я это принимаю, это тяжело, но я это вижу, и я благодарна тому, что я это могу видеть, и я это принимаю. У меня еще такие идут слова, ничего, ты не видишь. Я стала чувствовать желудок, и там такие неприятные ощущения в верхней части желудка. Но стал чесаться. У меня страх там поднимается. Как кому какой-то, да. меня отзывается, у меня периодически такое состояние есть, достаточно редко, но периодически что-то подобное я испытываю. у меня сейчас вот этот вот страх, он я себя ощущаю пригвозденной. И вот вжимаюсь в кресло и упираюсь ногами, как будто бы какая-то опасность. У меня идет реакция тела на это. Да. Что-то нос все время чешется. Что это такое? у меня чешется. Удовольствия нет такого этого. Удовольствия. Что такое? Не, просто когда я чешу его, даже вот не чешу, а можно надавливать. У меня меньше тяжесть, вот я поняла, в желудке испытываю. Мне пришло ощущение, что я достаточно часто привычка или проявление, оно меня как заземляет. То есть у меня такой почесало нос и так раз и в себя собралась. И еще я вот сейчас поняла, я когда говорила о том, что я иногда испытываю такое чувство, я поняла, что я его испытываю, когда я пугаюсь, я боюсь, у меня внутри вот оно в комок сжимает. И я не то, чтобы его боюсь, но мне не нравится испытывать это чувство. Ну вот мне отзывается слово не нравится. Мне не нравится, тебе не нравится так вот. Я не могу не видеть этого чувства, я не могу не испытывать его, но удовольствие это ощущение мне тоже не приносит, и оно периодически возникает. У меня сейчас даже руки влажными станут. У меня редко такое бывает. состояние смех, переходящий в плач. как будто бы как истерика, которая переходит в такая смех, потом истерика и плач прям. У меня вот эта вот истерика, она вот эта вот часть, да, но в голове начинает как будто бы опускаться некая тишина и спокойствие. Вот именно голова спокойно становится, а тело еще в истерике. Горошее слово, кстати. Страх и смех, смесь. Я проживаю свой страх через смех, я стараюсь как-то найти над чем посмеяться, потому что это мне помогает преодолеть страх. и еще мне очень часто хочется плакать, но сейчас плакать я могу только во сне. Я понимаю, что я сейчас у меня слезы подступать начали, я давно не плакала и плачу только если могу поплакать во сне. А можешь сказать, не знаю, сейчас попробуем, правда, потому что ты говоришь, я так спасаюсь от страха смехом, а мне как будто бы я закрываюсь смехом от страха. Как будто бы когда закрываешься, ты не видишь страха, ты от него отстраняешься. Я вижу, что я аж злость пошла. теперь я вижу, что я от страха смехом закрываюсь. У меня от этих слов начинает лимить руки верхняя часть. меня челюсть отпускает. Вот ты об этом говоришь. меня сейчас внутри как в котле варится вдруг, как-то все начало двигаться. прям и вот так хочется плакать, но как наружу просится. Котел, крышку надо поднять, не знаю, такое ощущение. скажи, что я позволяю себе идти в это, позволяю иди в это, иди. Слезы это очищение, слезы это трансформация. Я посмотрела. Когда говоришь, когда мне хочется плакать, у меня, знаешь, у меня идет образ такой, как будто бы у меня две кольчуги одеты на тело, и мне хочется их раздвигать, выпустить вот это все. Прям знаешь, как будто а потом раз опять сжимается, пока вот хочется от этого освобождаться. Выпусти то, что есть. Да, мне идет как плач, плач, плач. Ты плакала, класс, соленые слезы, это высочайшие вибрации, это очищение души вообще просто. Саш, можно еще скажу, тут знаешь, как подмена понятий, когда мне страшно, мне надо смеяться, когда мне сложно, когда надо плакать, я еще там что-то, то есть наоборот что-то делаю. Это то, чем у нас научили, не быть собой. То есть что значит страшно плакать, а сильно ты какая, а умная ты там какая, или что, какие мы там еще сильные умные. Я тоже работаю с этим умением постоянно проявляться, как только, но не позволяй себе плакать, у меня все, горло. Конечно, это очень, это жизненно для нас, для тела, это очень, ну, катарсис, да, вот это, ну, прохождение постоянно, то есть это опыт бесконечный, в который мы вообще не уходим, мы начинаем это анализировать. Мне всегда очень слезы помогали, я прям люблю там как это поплакать, ну, как это для меня, я думаю, что наконец-то, и вот как с тех пор, как началась война, я не могу, вот, как, я не могу заплакать, то есть раньше это у меня достаточно. Потому что это страшно, понимаешь, потому что это страшно в этом ужасе позволить себе расслабиться, нам кажется, если мы, ну, расслабимся, потеряем контроль какой-то, да, то как будто бы, ну, как будто бы мы должны все время проявлять какую-то силу, будем так говорить, да, стойкость, вот это вот, терпение, вот это все, это же не так, мы же не, постоянно, все, оно закончилось, понимаешь, дальше идет состояние вот так, ну, непринятие, слабости, уязвимости, невозможности что-либо поменять, вот, ну, на каком-то уровне, вот, и... У меня пошло какое-то, знаешь, расслабление здесь, вот принятие возможностей расслабиться внутри согласия такое. Она тоже отпускает и правую часть поясницы и пошла энергия аж туда. Я вижу, что нужно позволять себе реагировать на ситуацию, как чувство и не... и держать их в себе и иметь такую возможность не всегда это получать. но это и я принимаю, это я очень благодарна за это. Я очень благодарна за это. Для меня такое сегодня прям очищение, освобождение это бесценно. Спасибо. плачь. Плачь. А я шутаю зубик. Зубик, ух ты, веревочку и к двери привяжи. Папа дернет дверь и зубик оторвется. Не, она еще не настолько зубик слетает. Тань, знаешь, как у меня дочь старшая, она побудет напряжение, потом звонит, все, я прорыдалась, говорю, как ты это делала? Я так плакала, что ж подбородок трусился. Вау. Да, говорит, помогает. Наша сила, ну вот, мне поэтому очень тяжело было, что я давно, ну, у меня не было такого, что я так умею вот прям вслать, а потом так легко становится. А это я что только вот не делала, вот, ну, что угодно, но, но не слезы. Для меня это сегодня как-то плотину прорвало. Слава Богу, слава Богу, ее прорвало, потому что там накопилось, накопилось, тоже удерживается вообще. я благодарю за эту расстановку, Инга, вы больше не информация обо мне, и Валечка, ты больше не информация о моей Пите. хочу подметить, что Татьяна поменялась немножко лицо. Очень, поменялась. Я уже умею. Энергия пошла вверх, ты чувствуешь? Да. Энергия пошла вверх. А вниз? Девочки, я вас обнимаю, благодарю, желаю вам сегодня, так сказать, расширения в течение всего дня, трансформации, благословения, и мы с вами встречаемся в среду на практике, в среда в 7 часов. Кому надо, будете пересматривать на этой неделе, что надо. А так, если какие-то вопросы, пишите в чат, тегайте, и будем отвечать на то, что непонятно. Всё, дорогие мои солнышки, обнимаю вас и до встречи. До встречи. Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошо. Мне нужно мне голос.